Чем в предыдущей атаке, и рухнула с крыши дворца, пока ее руки несли гром и лед к ушам демона земли. Юэйян прижал одну руку к лицу демона земли, и пламя Нирваны, как брызги вулкана, проник в рот и нос демона земли. Отправляю тебя в путь. С максимальной силой принцесса Цань-Цань взмахнула божественным мечом и одним ударом отсекла голову демона земли. Юэйян, который только что увернулся от божественного меча, погнался за ней и пнул голову демона земли прочь из храма демона. Седовласый старик, страдавший от черного и белого меча, смотрел на все это с непониманием. Было невозможно убить демона земли, отрубив ему голову. В чем смысл? Более того, даже если они выбросят голову за пределы главного дворца, из-за печати закона демон земли не сможет оторваться от власти закона и автоматически отскочит обратно во дворец, не подверженный влиянию пространства и расстояния. Ни повреждения его зверя-хранителя мечом Ци, ни отрубания головы демону земли не смертельны. Почему Ю и Ян и две женщины не отступают? Седовласый старик не понимал их. Человеческая голова, которая упала на землю снаружи, имела болезненное выражение. Это был не только результат повреждения, нанесенного мечом императора тюрьмы в руки принцессы Цань-Цань, но и наказанием закона. За каждый метр отдаления от дворца демона земли наказание по закону удваивалось, а когда оно достигало своего предела, оно разрывало на части. Голова демона земли извергала поток энергии, который ударился о землю, и голова отскочила обратно в главный зал по велению силы закона. Тело, которое потеряло голову, сразу после того, как Колесо Вечности исчезло, взмахнуло руками, чтобы отмахнуться от Сеуся и принцессы Цань-Цань, и бросилось навстречу своей голове. Даже бессмертным демонам было неприятно, когда им отрубают головы. В тот момент, когда она вошла в дверь дворца, она резко протянула руку. Легкой охваткой энергия грома и холода, которая была излита в оба уха, вырвалось правое ухо демона земли взорвалось, в то время как левое ухо извергло поток льда, окрасив череп льдом. Голова обезглавленного демона земли, ступни и колени были заблокированы морозом, и чем сильнее его замораживало, тем медленнее он шел. Ся Вэнли скользнула внутрь и затанцевала со своими клинками, отчаянно рубя обезглавленное тело, и хотя она не могла серьезно повредить обезглавленного демона земли в его демонических доспехах, с каждым ударом обезглавленное тело застывало понемногу. Что ты делаешь? Думаешь, сможешь убить меня этим? Это невозможно, я бессмертный демон. Демон земли был зол, и его голова была в ярости. Пламя нирваны может очистить все, ответила принцесса Цань-Цань. Но законы дворца демона земли запечатывают меня и заставляют меня бесконечно страдать в наказании, пламя нирваны может убивать демонов, но в конечном итоге я сбегу под защитой законов, и пока существует дворец демона земли, я буду существовать, и все, что вы делаете, будет напрасно. Самым безудержным его активом была бесконечная печать наказания закона, но у него был и зверь-хранитель, и эта слабость стала последней гарантией его бессмертия. Итак, мы должны уничтожить дворец демона земли. Юэйян заявил о своей истинной цели прибытия. Старший убийство вас это всего лишь побочная миссия для меня, моя настоящая цель – поглотить здешнюю силу закона. Что ты сказал? Демон земли не мог поверить своим ушам, парень, который даже не является верховным врожденным, осмеливается говорить, что он впитает в себя силу законов Бога. Стоя здесь, мы подчиняемся закону, и если мы пойдем дальше и усвоим закон, тогда мы будем свободны от закона, а если мы пойдем дальше и превзойдем закон, тогда мы сможем выбраться из-под гнета закона. Наконец, последний шаг, если я смогу поглотить силу законов дворца демона земли, разве я не смогу удержать весь дворец в своих руках? Юэйян представил свою фантастическую идею. Ты спятил. Демон земли видел в своей жизни самых разных людей, но он никогда не видел такого сумасшедшего. Позвольте мне открыть вам глаза здешняя сила закона – лучшая подпитка для моего продвижения к области верховного врожденного. Думаете, зачем бы я пришел сюда сражаться с вами в бессмысленной битве, чтобы убить вас? Нет, вы должны бесконечно страдать, мне же просто нужна сила, чтобы улучшить себя, поэтому я пришел сюда, чтобы впитать силу закона и, кстати, милосердно убить вас и положить конец вашей греховной и непростительной жизни. Юэйян протянул руки, и маленькая нить силы закона медленно появилась на его теле, точно так же, как в звездном небе ночью сияет яркая звезда. Белые овца, золотой бык и близнецы представили один за другим. Мир получил величайшие благословения, отчаянно поглощая силу окружающего пространства, будь то мороз, пламя или молния, любой элемент, любую энергию, все они поглощались и становились питательными веществами для эволюции. Законы Дворца Демона Земли были оспорены силой законов Юэяна и сразу же резко изменились, больше не скрываясь так глубоко, как раньше. Все это было похоже на нисхождение Бога. Невообразимо величественная сила появилась во Дворце Демона Земли, Давяна Юэяна, чтобы бросить вызов закону всего его сознания, чтобы победить, уничтожить и стереть, а затем превратить его в труп. В то же время появились и 99 ледяных цепей, которые, как белые змеи в небе, бросились к Юэяну, чтобы бросить вызов врагу, запечатанному в тюрьме. Демон Земли сначала был шокирован, а затем обрадовался. Вам конец, с этого момента вы все останетесь со мной. Его смех менее заставил принцессу Цань Цань отрезать ему язык. Тело без головы, все еще держащее зеркало боли, слегка изогнулось, и зеркало боли повернулось немного в сторону, преломляя свой свет на механического зверя недалеко от себя, и зверь тут же разбился в дребезги, а язык и губы Демона Земли тотчас же зажили. Бесполезно, какую бы силу ты не использовала, чтобы причинить мне боль, все бесполезно. Кроме того, я готов отправить вас всех прочь из Дворца Демона, потому что этот ребенок пытался оспорить закон, и весь Дворец Демона будет запечатан, так что увидимся через тысячу лет, ребята. Надеюсь, вы придумали свои последние слова, чтобы попрощаться через три секунды. Вокруг тел Сеуся и принцессы Цань Цань появились две сияющие дуги. Зеркало боли, отражающие свет. Демон Земли посмотрел на двух женщин и безжалостно насмехался над ними. Увидимся, до свидания. Две женщины позволили свету поразить их и немедленно исчезли без следа, и в ту же секунду Сеуэнли, которая пыталась увернуться, также позволила Демону Земли передать подарок из Дворца Демона Земли. Безголовое тело подошло к двери Дворца, обеими руками подняло голову, водрузило ее на шею, подождало, пока плоти кровь не соединятся, а затем встряхнуло головой. Не обнаружив никакого дискомфорта. Увидев Юэяна, который боролся с силой закона, используя пламя Нирваны, чтобы противостоять 99 ледяным цепям, Демон Земли открыл рот и рассмеялся. Какой дурак, тебя малой сумасшедшим назвать. Осмелюсь сказать, я никогда еще не встречал никого столь высокомерного, как ты. С силой врожденного верховного существа, которой недостаточно, чтобы бросить вызов Богу, ты думал, что можешь запечатать меня, Демона Земли, силой закона. Боже, я и не мечтал, что на свете есть такой человек, как ты. Ладно, негодяй, перестань бороться и попробуй победить дракона силой крота. У тебя хватит смелости быть таким глупым. Я есть я, и поскольку ты не я, ты никогда не сможешь понять мою силу. Юэяна рассмеялся вместо того, чтобы рассердиться. Посмотрим, как долго ты сможешь держать язык за зубами и просто продержись еще немного. Хорошо. Я не хочу, чтобы это удовольствие исчезло так быстро. Демон Земли громко рассмеялся. Сюэуся, принцесса Цань Цанися в Эмли быстро убегали за пределы пещеры. Кажется, они понимали, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Они едва выбрались наружу, как. Позади них собралась неописуемая сила, которая прямо прижала их тела к основанию утеса, делая невозможным поднять головы или даже моргнуть. Во дворце демона Земли, узнав, что Сюэуся и другие благополучно ушли, Юэян взорвал карту судьбы в своем теле, вдохновленной силой закона, которая обычно полностью выходит из-под его контроля. Было сложно оценить, насколько был высок золотой гигант, возвышающийся над головой Юэяна, возможно в 10 раз выше его самого. Перед этим золотым гигантом все казалось ничтожным, и надменный смеющийся демон Земли упал на колени. Руки его оказались на Земле, даже сердцебиение было так подавлено, что остановилось, было невозможно даже дышать, не говоря уже о борьбе. Возможно, боги создали дворец демона Земли, но сила закона, запечатывающая демона Земли, была несравнима с золотым гигантом, и в то мгновение, когда появился золотой гигант, купол был пробит, и весь дворец не мог вместить даже ступню золотого гиганта. 99 ледяных цепей были разбиты. Ледяная цепь, которая ворвалась в тело Юэяна через пламя Нирваны, была разорвана на куски, превратившись в совершенно бессознательную энергию, которую мир и Юэян скоро поглотили. Богоподобный источник энергии, который существовал во дворце демона Земли, также уступал источнику золотого гиганта, высотой всего от 2 до 300 метров. Это божественное величественное изображение источника энергии закона даже близко не подходило к ногам и коленям золотого гиганта, голова и грудь которого были и вовсе совершенно невидимы. В десятках километров от них жирный Хай, Еконг и другие были вовлечены в битву, и когда появился золотой гигант, они выдержали его мощь, в то время как злые древесные люди и иллюзорные монстры вокруг них пали на Землю, и многие из них превратились в черный туман и растворились в облаках. Величественный образ богов безмолвно разрушился. Возможно, его раздавил золотой гигант, а может быть он потерял опору воли разума. Эти энергии, полностью преобразованные в не имеющую атрибутов и бессознательную свободную энергию, вместе с силой, составляющей печать, текли к Юияну и миру, как река звезд. Золотой гигант начал исчезать. Тело Юияна засияло еще ярче, в 10 миллионов раз ярче, чем раньше, и обладало силой легендарного бога. В этот момент он действительно достиг последнего уровня, готовясь совершить прорыв к области верховного врожденного. Глава 811. Рождение богини Шторма. Обширность потока энергии была подобна звездной реке, медленно текущей к Юияну. Вокруг него и вызванной книге образовалось огромное звездное ядро. Разноцветный свет сиял ярко, освещая весь разрушенный дворец демона Земли. Смелый вызов Юияна теперь был официально завершен. Вся энергия закона дворца демона Земли, позволившая золотому гиганту уничтожить сознание, была преобразована в бездумную силу закона без атрибутов, что стало лучшей пищей для продвижения Юияна. Энергия этого закона была огромна. Юиян хотел полностью поглотить, но что-то подобное нельзя было завершить в одночасье, однако ему не нужно было поглощать всю эту силу закона. Достаточно было того, чтобы энергия закона помогла ему с прорывом в область верховного врожденного, а затем медленно сформировала свою собственную уникальную природу божественного смысла. Когда мир занялся поглощением вместе с Юияном, давление было отвлечено и значительно облегчено, а демон Земли пришел в себя и почувствовал, как сотни костей его тела хотят расколоться. Прямо сейчас он был готов поклясться, что его убьют за секунды. Всего за несколько секунд он почувствовал боль во всем теле и душе, от которой будет трудно оправиться и за тысячу лет. Непобедимый золотой гигант, сила закона даже ужаснее, чем боги, запечатавшие его сопротивляться было бесполезно. Фактически, дворец демона Земли также позволил золотому гиганту взорваться, даже запечатанное божественное сознание было разрушено до не имеющего атрибутов и бессознательного источника энергии. Такого рода мощь, даже демона Земли не мог себе представить, и никогда он еще не сталкивался с такой мощью врага. Мысль мелькнула в сердце демона Земли о том, что, возможно, только легендарный Всевышний Дракон обладал подобной непобедимой силой. С большим трудом он поднял голову с Земли и увидел Юияна, который парил в воздухе и поглощал энергию закона. Он не мог не задрожать, как ужасно. Он не мог себе даже представить, кем был этот молодой человек. Лучший способ не нападать на него, пока он еще здесь, а сбежать как можно быстрее. Сбежать отсюда и спрятаться навсегда, и никогда не позволить этому ребенку найти его снова. «Свобода, свобода, к счастью, у меня еще есть день свободы». Седовласый старик выпал с из ледяной стружки, и он, тоже сильно раненый, удивленно поднял руки и взволнованно бормотал, пока по его щекам катились слезы. Став двойником своего хозяина, он подвергся наказанию закона и позволил девяти ледяным цепям удерживать его вверх ногами во дворце демона Земли, не думая, что наступит день, когда он вернет себе свободу. Даже если его величество небесный демон прорвется через печать, он сможет забрать только его хозяина и не станет рисковать и связываться с другой печатью, чтобы спасти его, боевого зверя-хранителя, который был наказан за своего хозяина. Иди, иди, здесь опасно. Демона Земли в это время не заботился о свободе, о свободе еще было рано говорить. Как только этот мальчик поглотит силу закона, дворец демона Земли восстановится и, скорее всего, снова запечатает его. Да, я проложу дорогу. Седовласый старик всегда помнил о своем долге зверя-хранителя и вызвал огромную древнюю книгу. Так же, как он и демона Земли готовились к бегству из разрушенного дворца, внезапно перед ними возникли три изображения. Проход в какой-то момент слился с толстыми ледяными стенами. Эти ледяные стены были созданы из сочетания чрезвычайно холодной энергии и духовной силы поля божественного разума Сюяуся, и никто не сможет пройти сквозь эти ледяные стены, воплощенные в этом поле, не победив Сюяуся. Сюяуся, которая разделяла талант Зеркала Сердца с Юияном, каждый раз, когда Юиян вел битву за улучшение, и если она находилась в непосредственной близости, появлялся шанс получить много пользы из-за взаимосвязи Зеркала Сердца, по крайней мере, область восприятия может быть объединена как единое целое. Юиян атаковал область Верховного Врожденного, и он также открыл окно в Духовную область, которая раньше была недоступна, хотя уровень не повысился, но сила и дух незаметно проходили через радикальные изменения. Сюяуся подняла руку, и отдаленный источник энергии закона, казалось, среагировал, и будто нить энергии рвануло к ее ладони. Ся Вэнли и принцесса Цань-Цань расположились слева и справа от нее, охраняя, чтобы она могла как можно скорее поглотить слияние энергии без атрибутов и взяла под контроль силу закона. Убью! Тихо произнес седовласый старик. В дополнение к этому ненормальному парню, здесь была еще маленькая девочка, которая любила читать книги, и также может поглощать энергию закона, и как только ей это удастся, он и его хозяин не только не смогут уйти, но и будут по-прежнему запечатаны в этом Дворце Демона Земли. С убийственным намерением он открыл древнюю книгу. Несмотря на то, что он позволил могучему давлению золотого гиганта поразить его, седовласый старик все еще обладал превосходящей силой. Бесконечная черная энергия, как цунами, разразилась, и вся каменистая земля была похожа на шокирующую волну земли, песка и грязи, и как сам дьявол сошла на трех женщин. Быстрее седовласого старика был сам Демон Земли. Топор Демона Земли в мгновение ока атаковал принцессу Цань-Цань. В отсутствии печати закона Дворца Демонов Земли, даже если тело будет сильно травмировано, и даже если оно сможет использовать только десятую часть своей максимальной мощности, этого все равно достаточно, чтобы убить всех сильных людей ниже пятого уровня небесного ранга. Демон Земли атаковал Цань-Цань в то же самое время, успел вынуть зеркало боли, обратив его на Сиавынли, преломляя энергию ее цепей на тело седовласого старика. Принцесса Цань-Цань наклонилась назад. Божественный меч императора тюрьмы заблокировал рубящий удар магического топора, но по взмаху руки Демона Земли магический топор двинулся со сверхсильным толчком. Принцесса Цань-Цань отлетела назад, тело ее ударилось о морозную поверхность скалы и упало в глубокую воронку, раздался звук удара головы о ледяную стену. Когда этот демон обретет свободу, сможете ли вы остановить его? Демон Земли был сильно затронут законами Дворца, и ему требовалось зеркало боли и его талант передачи, чтобы избавиться от запечатывающей силы, так что он не мог проявить свою истинную силу. Теперь, когда он снова обрел свободу, даже если он и был серьезно ранен и мог явить только десятую часть своей силы, он все еще был намного сильнее, чем, когда не мог извлечь и сотую часть своей силы из-за печати. Динь-динь-динь-динь. Ся Вэнли наносила сотни рубящих ударов, но демону Земли было легко с ними справиться. Оставаясь в доспехах небесного демона и обретя свободу, он совсем не боялся атаки Ся Вэнли. Демон Земли игнорировал другие атаки помимо божественного оружия, божественных идей и силы закона. Безумие черной энергии, после жесткости сдержанности седовласого старика, возобновилось и переместилось в сторону двух женщин, Ся Вэнли Сюэуся. Ся Вэнли оставалась перед Сюэуся, вызвал гримуар и подняв щит. Но уже через две секунды сильная жестокая рука демона Земли разбила в щит, схватила Ся Вэнли за один из двух клинков, и бросила ее в ледяную стену. Принцесса Цань-Цань схватила змеиный хвост Ся Вэнли и резким рывком подняла ее, так что следующий за ней кулак демона ударил по ледяной стене, которая тут же треснула. Пуф! Дух Сюэуся, которая впитывала силу закона, был поврежден, и ее тело слегка затряслось, после чего она выплюнула кровь. Вихрь черной энергии собрался вокруг нее, вращая миллионы клинков черных демонов. Книга истины Сюэуся злобно затряслась, и девушка сердито ударила кулаком по земле, заморозив весь вихрь безумия черной энергии. Десять миллионов клинков черных демонов, замороженных вместе, были так близки к тому, чтобы разорвать Сюэуся на куски, но они никогда не смогут осуществить это желание. Извергая глоток крови, Сюэуся продолжала направлять энергию закона левой рукой. Нефритовые пальцы ее правой руки слегка дрожали, пока она осторожно переворачивала страницу у Книги Истины. Ледяная цепь, появившаяся на ледяной стене, растянулась, как будто в ней была жизнь, и бросилась к демону земли, который готовился атаковать принцессу Цань-Цань. Глаза демона земли засияли, как глаза призрака, в момент нанесения удара. Принцесса Цань-Цань увернулась, чтобы избежать атаки. Седовласый старик, не побеспокоившись о продолжении своей атаки с дальней дистанции, закрыл древнюю книгу и нанес удар ногой по лицу Сюэуся. Демон земли также осознал, что Сюэуся была вторым по величине врагом, более ужасающим, чем принцесса Цань-Цань, которая держала в руках божественный меч и атаковал ее тяжелыми кулаками. На земле принцесса Цань-Цань отбросила Ся вымли в сторону. Подобно разъяренному вектору, преследующему Ся вымли, скорость ее, конечно же, была не выше, чем у демона земли, однако, благодаря несравненной воле и связывающему таланту ее божественного зверя, земной демон и седовласый старик скоро были потрясены. Обнаружив, что их скорость все падала, пока они почти не остановились, все трое медленно плыли в воздухе, пока Ся вымли позволила принцессе Цань-Цань скрыться. Поздно, слишком поздно, крикнул демон земли. Шутка. На спине принцессы Цань-Цань появились крылья, и пламя ярко-красной птицы заполнило все руины дворца демона земли. Она по-прежнему была быстрой, как падающая звезда, даже под давлением воли божественного зверя. В мгновение ока она догналась о вымли и нацелилась на демона земли. Принцесса Цань-Цань не сразу напала на врага, но бросилась к Сюяуся, только чтобы поднять божественный меч с синим драконом, белым тигром, красной птицей, силой четырех святых в сочетании с шестью записями. Меч ее рассек руку седовласого старика у древней книги. Демон земли и седовласый старик были ошеломлены. Сюяуся, которая не двигалась, была в десять раз быстрее принцессы Цань-Цань. Ее левая и правая руки нажимали на верхнюю часть древней книги, в то время как книга истина сияла, и за ее спиной собралось в тысячу раз больше света. Леди Метелица закричала, быстро исчезла и эволюционировала, и с идеальным сочетанием чувства зеркала сердца, силы закона и знания древних книг, предоставленным Сюяуся, переходя на следующий уровень. Божественный свет энергии подобной столбу, указывающему прямо в небо, начал обретать божественную силу. Демона земли атаковал кулаком, намереваясь убить ее одним ударом. Когда демона земли атаковал Сюяуся, намереваясь убить ее, богиня Бури, все еще находящаяся в процессе повышения, переполнилась гневом. Защитить ее пустая рука протянулась, чтобы схватить демона земли, и злобно отбросила его в ледяную стену. После встречи с ледяной стеной демон земли подобрал зеркало боли, готовясь передать боль седовласому старику, но богиня Бури атаковала снова. Зеркало боли закружилось в воздухе, освещая принцессу Цань-Цань, а затем свет преломился на ледяную скульптуру. Ледяная скульптура подпрыгнула от боли. Прикрыв голову, она разочарованно застонала. Этого молодого мастера атаковали, даже лежачего. Принцесса Цань-Цань проверила себя, и поняла, что сделала зеркало передачи боли, слегка удивившись. А затем она посмотрела на пострадавшую ледяную скульптуру пробудившегося человека, и была удивлена еще сильнее, потому что она увидела второго демона со змеями. Вместо волос может ли на земле быть два таких демона? Глава 812 Зеркало боли и исцеляющий душу ноготь Рука и меч принцессы Цань-Цань опустились прямо на змееволосого демона, который выглядел в точности как демон земли. Ей было все равно, кто этот парень, тут был выбор, он или она. Не дожидаясь, пока ее меч второй раз поднимется вверх, змееволосый демон каким-то образом вызвал крошечный белый флаг и высоко поднял его. Сдаюсь, я сдаюсь. Результат был совсем не тот, на который он рассчитывал, принцесса Цань-Цань все же подняла меч и атаковала, пусть божественный меч не убил демона, он теперь дрожал, пытаясь удержаться на ногах, и принцесса Цань-Цань извергла силу четырех святых. Ты настоящий демон земли. Эта фраза привела парня в ужас. Он быстро покачал головой и махнул рукой. Нет, это не я, этот демон земли просто выглядит как я, я из семьи Дугу четырех великих семей, не убивай меня, хорошо? Между прочим, я могу доказать тебе, кто я, кто зеркало боли, демон земли украл его у меня. У него есть только навык передачи, без моего зеркала боли, в печати дворца демона земли он ничто. После этого принцесса Цань-Цань немедленно подняла зеркало боли. Спасибо, наконец-то оно вернулось законному владельцу змееволосый демон протянул руку и попытаться вернуть зеркало. Пожалуй, принцесса Цань-Цань положила зеркало боли прямо в свое хранилище. Если до этого в зеркале боли еще было сознание демона земли, убрать его было невозможно. Только что атаковала богиня Шторма, и оригинальный демон земли не имел 100% господства над сознанием подавленного зеркала боли, как раз вовремя для принцессы Цань-Цань. Змееволосый демон был раздавлен, его сокровище снова было перехвачено. Причем на этот раз шанс вернуть вещь был равен нулю. Он изо всех сил пытался доказать ей это мое зеркало, демон земли украл его. Принцесса Цань-Цань кивнула. Понятно, теперь оно мое. Если ты недоволен, можешь обратиться к демону земли, это он ограбил тебя, ко мне это не имеет никакого отношения. Змееволосый мужчина издал жалобные вопли и упал на землю, теперь он понимал одну истину. Спорить с женщинами, просто бесполезно. Еще хуже, чем этому змееволосому было демону земли. Каждую прошедшую секунду богиня шторма эволюционировала, становясь все совершеннее. Юэйян хотел расстаться с нитью энергии закона, чтобы позволить богине шторма продолжать расти. Сюэуся и Юэйян продолжали питать богиню шторма, удваивая ее рост и эволюцию. Демон земли и седовласый старик, чтобы остановить и победить противников отчаянно атаковали. Однако богиня шторма быстро отбросила их. Они могли предвидеть одно. Если богиня шторма закончит эволюцию, их ждет настоящая смерть. Необходимо было убить ее хозяйку Сюэуся, прежде чем эволюция завершится в атаку. Цель нужно было достичь в кратчайшие сроки. Вой. Демон земли бросился вперед, сняв защиту доспехов небесного демона. Его рука раскололась на тысячу подобных копий свирепых орудий. Каждая двигалась так, как будто у него была своя жизнь. Удлиняйся, атакуя Сюэуся. Теперь было поздно беречь себя, главное убить врага. Если Сюэуся будет убита, богиня шторма погибнет вместе с ней. Сила четырех святых и талант шести чувств были объединены. Божественный меч высоко поднят, и образ белого тигра, боевого зверя-хранителя, появился над головой как реальный. Седовласый старик застрял в центре раскатов молний, и ярко-красное пламя окружало его, не давая возможности сбежать. Она обнаружила его слабость с помощью своего таланта шести чувств, что он боялся огня. Сяуэнли явила свет сокровища и озарила руины дворца демона земли. Воля божественного зверя взорвалась. Миллионы лучей света медленно возвращались на ладонь Сяуэнли. Тело седовласого старика, кажется, постепенно растрескивалось, не способное сохранить свой человеческий облик. Он превратился в уродливого демона-гуманоида с отвратительным лицом и острыми когтями. Он кричал долго и сильно, и под мощью Сяуэнли, которая превосходила обычного божественного зверя, он был подавлен, хотя и был сильнее, а его сила и воля ослабли. Он споткнулся под напором силы и бросился к Сяуэнли, его шаги становились все медленнее и медленнее из-за связывающего таланта Сяуэнли, но он продолжал двигаться решительно и напористо, поклявшись убить Сяуэнли. Сяуэнли, вместо того, чтобы отступить, шла вперед, встречая этого седовласого старика, превратившегося в ужасающего демона. Когда принцесса Цань-Цань увидела эту сцену, она убрала свой меч в сторону и изменила свою цель, атакуя ужасающего демона, которым стал седовласый старик. Демон земли протянул руку в доспехах, чтобы силой заблокировать атаку, его магический топор атаковался Вянли смертельным ударом. И тут маленький боевой зверь странной формы выскользнул из-под подошь принцессы Цань-Цань, тряся куском битого льда и летя к магическому топору. После столкновения разлетелись ледяные осколки, однако магический топор был слегка затронут, и траектория его причудливо изменилась, после чего топор прошел над макушкой головы Сяуэнли. Демон земли ненавидел эту кроху, которая саботировала его смертоносный ход. Но какое-то время он ничего не мог поделать, поскольку богиня штормов снова отбросила его. Седовласый старик превратился в ужасающего демона, и Сяуэнли сражалась против него. Самое главное, что божественный зверь Сяуэнли постоянно парил. Он полностью подавил ужасающего демона. Ужасающий демон обнаружил, что каждый кусок плоти и крови, который он отколол от себя, преобразовывался в энергию, запечатанную в этой демонице. Хозяин, давай, давай же. Ужасный демон без защиты прошел сквозь миллионы клинков. Сяуэнли снова прорвал сеть мечей принцессы Цань-Цань. Тяжелораненый, он зарычал демону земли. Я не умру, большая моя часть запечатана, хозяин же восстановит полную силу. Затем вернется, чтобы спасти меня, и если ты не уйдешь, мы оба будем запечатаны здесь. Демон земли беспомощно закрыл глаза и стиснул зубы. Развернулся и бросился к ледяной стене. Сотни ударов обрушились на ледяную стену, стремясь открыть путь к отступлению. Позади него ужасающий демон, который ранее был седовласым стариком, раскрыл руки, с силой сопротивляясь атакам сяуэнлий принцессы Цань-Цань, и даже богиня Шторма нанесла три мощных удара подряд. Принцесса Цань-Цань нанесла удар полной силы, и половина тела ужасающего демона была отрезана, но он все же схватился обеими руками за вход в отверстие ледяной пещеры, настаивая на том, чтобы демон земли сбежал. Когда последний удар демона земли пробил ледяную стену, было уже поздно. Сяуся перевернула страницу Книги Истины. Три ледяные цепи, образованные законом, протянулись между ее пальцами, удлиняясь с огромной скоростью, догоняя демона земли, охватывая его руку в доспехах небесного демона. Ужасающий демон, у которого осталась только половина тела, яростно бросился на Сяуся, намереваясь взорваться и умереть вместе со своим врагом. Сяуэнли прибила его к ледяной стене стрелой. Демон земли отрезал себе руку, когда ледяная цепь заблокировала ее, тело его повернулось назад, полностью игнорируя атаки принцессы Цань-Цани богини Шторма. Используя всю свою силу, он прижал оставшуюся ладонь к лицу Сяуся, думая, что даже если умрет сам, все равно прикончит этого ненавистного врага. Именно из-за нее битва пошла не по плану. Я немного ошеломлен, что у великого лорда есть навык, чтобы запугивающего женщину. Змеи волосы демон бросился к нему, чтобы попытаться облегчить ситуацию. Прочь! Лицо демона земли извергло ртом ударную волну. Ты тоже катись! Сяуся усмехнулась и опустила одну руку на книгу истины. Рука эта была наполнена абсолютной ледяной энергией, которая могла заморозить даже красную цепь небесного гнева Юияна. Это была ее естественная уникальная энергия, и за исключением пламени Нирваны в мире не было ничего, что она не могла бы заморозить. Она атаковала демона земли энергетическим шаром, и ее правая нога одновременно подняла громовой шар. Когда Сяуся подумала о том, что обитель демона земли вот-вот будет сплошь покрыт льдом, потом последует удар грома, а затем атака богини Шторма. Демон земли вдруг выплюнул странный черный ноготь, который поразил Сяуся. И мороз, и гром вышли из-под контроля. Кровожадный блеск вспыхнул в глазах демона земли. Говорят, что этот черный ноготь – божественное оружие, ноготь исцеляющий душу, и даже боги не могут его остановить, и будут обречены на смерть при встрече с ним. И с простой женщиной, даже не с верховным врожденным он должен был легко справиться. Он не использовался его, ожидая лучшего времени. Сейчас же настало лучшее время для убийства этой женщины. Умри, умри. Огромная ладонь демона земли превратилась в когти и прижалась к нефритовому лицу Сяуся. Он не только хотел убить эту умную женщину, но и разорвать ее лицо и превратить в окровавленный почетный трофей в своей коллекции. Осмелился ударить мою девушку? Сердитый голос появился позади демона земли. Демон земли обнаружил неудержимую силу, прорвавшуюся в затылок, и затем небо закружилось, и он рухнул на землю. В головокружительный момент он заметил, как некто возвысился до верховного врожденного и одна его рука подняла дымящиеся пламя нирваны, сжигая черные когти. А второй рукой он придерживался Сяуся, после чего наклонил голову и страстно поцеловал свою любимую женщину прямо на поле битвы. Глава 813. Истребление, мгновенное убийство, почтение. Поцеловав Сюся, он обнял принцессу Цанца, не поцеловал тигрицу, затаив дыхание. Конечно, одного взгляда на довольного Юрияна было достаточно, чтобы змееволосый демон, называвший себя Чанфын, так сильно позавидовал, что ударился головой о камень. Так легко встретить девушку с характером, не зная, что у этого цветка есть хозяин. Я не хочу больше жить. Самопровозглашенный старший молодой мастер одной из великих семей Небесной области, Чанфын, плачущий и с сопливым носом, глядя на эту печальную картину, начал искать возможность перерезать себе запястье, чтобы совершить самоубийство. Если ты повесишься, то умрешь очень медленно. Лучше использовать нож Юи Ян с энтузиазмом протянул ему нож. Я, я не хочу умирать. Молодой мастер Чанфын не был так глуп, он еще не насладился жизнью должным образом, чтобы умереть так рано. Ничего страшного, если ты не сможешь додуматься сам, можешь прийти ко мне в любое время. У меня есть десятки способов безболезненно убить тебя, и если ты заплатишь за консультацию, я также смогу заказать для тебя гроб. Я знаком кое с кем, и если очень надо, один гроб можно купить, а другой получить бесплатно. Юи Ян продолжал склонять его к самоубийству. Наглец принцесса Цань-Цань знала, что Юи Ян, этот парень с сильным стремлением к исключительности, не позволял другим смотреть на нее более одного раза. Она подняла свой розовый кулак и нанесла ему удар, и хотя казалось, что она надулась, сила ее удара не смогла ранить даже комара. Меня это не беспокоит, ты слишком очаровательна, тигрица. Юи Ян похлопал принцессу Цань-Цань по голове и польстил ей, заставляя ее сердце сжаться. Она прекрасно знала, что он ревновал. Из-за появления змееволосого Чан-Фына, а также из-за нападения демона Земли на Сюя-Уся, Юи Ян был вынужден прервать свое восприятие области Верховного Врожденного. Первоначально он мог использовать энергию закона этого дворца, чтобы продвинуться к совершенной области Верховного Врожденного, и мог даже оказаться выше второго уровня Верховного Врожденного, но теперь, когда он был прерван, он мог только снова обострить свое восприятие в своем будущем культивировании. В мире нет абсолютного совершенства. Возможность рискнуть и принять вызов энергии закона для продвижения к области Верховного Врожденного – это уже большой успех, за который Юи Ян был чрезвычайно благодарен. Более того, во время этого экстремального испытания богиня Шторма Сюя-Уся также превратилась в генерала Шторма из-за кармического сочетания древних книг, представлений и законов, и ее сила значительно выросла. Кто ты, черт возьми? Почтенный демон Земли тихо взревел от гнева. Он почувствовал, что Юи Ян определенно не был обычным потомком башни Тун-Тянь. Возможно, он пришел из этого легендарного места, но как обычный человек мог достичь такого просветления? Как он мог получить все, что у него было? Он многое мог предложить для развития башни Тун-Тянь. Если что-то подобное происходит в том легендарном месте, то поражение в битве было уже давно предрешено. Даже его величество небесный демон не может сражаться против сильнейшего человека оттуда, не говоря уже о нем. Мертвым незачем знать секреты. Хотя Юи Ян был возведен в область Верховного Врожденного и получил новое развитие в силе, на самом деле он не осмеливался относиться к своим врагам легкомысленно. Этот демон Земли был непростым противником. Он потерял много силы только из-за печати закона, поэтому не имел и десятой части своего пика. Юи Ян легко подпрыгнул верхом на огненном фениксе пламени Нирваны и на огромной скорости бросился к демону Земли. Когда демон взревел, как гром, и взмахнул кулаком, чтобы встретить атаку, медленно расширяющееся Колесо Вечности появилось в его правой руке. В пределах 10 метров все погрузилось в Вечность, и тяжело раненый демон Земли больше не мог бороться, как раньше. После просветления была преобразована и сила Колеса Истребления Мира. Его древние руны больше не были скрыты, как раньше, и теперь демонстрировали свою полную разрушительную силу. Более сильные и глубокие древние руны появились на лбу Юи Яна, его левой руке и ядре Колеса Истребления Мира. Благодаря божественному чутью верховного врожденного Юи Яна, силе второстепенных законов и разрушительной мощи Колеса, сформировалась мощная атака, что врезалась в грудь демона Земли. Этот удар не рассек тело врага пополам, как раньше. Скорее, он поразил душу, волю и энергию. Это был мощный удар, способный погасить мир. Юи Ян только что ступил в область верховного врожденного, силы его просветления было недостаточной, чтобы явить всю силу Колеса Истребления Мира, но если Юи Ян достигнет 10 уровня верховного врожденного, тогда излучаемая сила будет уже настоящей божественной силой, и удар действительно вызовет разрушение мира, а не просто убьет врага. Колесо, которое атаковало грудь демона Земли, пробило его спину. Огромный несравненный образ оказался перед демоном, но странно было то, что тело демона не раскололось на две части. Юи Ян, левой рукой атаковавший грудь демона, слегка наклонился. После того, как Юи Ян закончил сотворение этого Колеса Истребления Мира, которое восстановило свою истинную силу после просветления области верховного врожденного, все его тело почувствовало сильную усталость. Он потел и тяжело дышал, как бык. Он устал сильнее, чем от трех часов непрерывного боя. Принцесса Цань-Цань, слегка потрясенная, хотела взять Юи Яна за руку после вспышки древних рун, истощилась не только сила Юи Яна, она и Сиоуся также почувствовали приступ бессилия с легким головокружением. Руины дворца демона Земли также оказали на них необратимое воздействие. Обломки превратились в вихрь разрушительной формы, окружая пространство. Под давлением золотого гиганта было уничтожено много ледяных скульптур, осталось только две, и потому что Юи Ян в полную силу выпустил колесо с древними рунами, мгновенно поднялся пепел и дым. Ледяные скульптуры рассыпались, и кроме нескольких выцветших книг с сокровищами, ничего не осталось. Колесо Истребления Мира может быть таким сильным. Несмотря на то, что у Сиоуся была книга истины, она не знала, что колесо, брошенное Юи Яном после достижения Верховного Врожденного, окажется таким ужасающим. Юи Ян тяжело вздохнул, не удосужившись ответить, на самом деле он не знал, что сказать. Демон Земли, которого поразило колесо, еще не умер. Доспех небесного демона на его теле слетел. Кольцо для хранения, за которым последовал магический топор, упало, форма его волос змей также была изменена, весь он превратился в ужасно выглядящего демона, и чем-то напоминал Сиоуэнли. Демон Земли, кажется, хотел подойти к своему боевому зверю-хранителю, но сразу после того, как он сделал шаг, его тело содрогнулось, но он удержал равновесие. Второй шаг, и боевой зверь-хранитель перед демоном Земли, который был седовласым стариком и превратился в ужасного демона, превратился в поток света в воздухе, но не как все другие умирающие боевые звери-хранители двинулся в тело демона Земли. Демона упал на Землю, и луч энергии постепенно ослабевал, как и его жизнь. Демон Земли опустился на колени, но все еще твердо стоял. Ты очень силен, и если бы ты не был запечатан на десятки тысяч лет, нынешний я не был бы тебе ровней. Если бы у меня была большая сила, я бы бросил тебе вызов в твоем самом сильном состоянии, но из-за внешней ситуации у меня больше нет времени ждать, мне отчаянно нужно стать сильнее. Демон Земли, ты побежден не моими руками, а судьбой Юиян отдал дань уважения почтенному демону Земли. Моя судьба была предрешена десятки тысяч лет назад, и лучше умереть так, чем продолжать жить. Молодой человек, спасибо, и если ты увидишь его величество небесного демона, пожалуйста, скажи ему, что я чувствую облегчение. Демон Земли наклонился и протянул руку, чтобы вынуть кусок заключенной внутри нагрудника небесного демона. Слегка провел по нему рукой, и затем бросил его Юияну. Наконец он выпрямился. Он стоял прямо, как копье, даже когда его зрачки расширились, и жизнь его оборвалась. Он умер, но не упал. Юиян посмотрел на изысканный орден небесного демона в своей руке, молча положил его себе на грудь, а затем отдал честь демону Земли. Он махнул рукой и вызвал шар пламени Нирваны. И сжег труп демона Земли. Юиян в первый раз после убийства могущественного противника не стал использовать труп в качестве удобрения или корма для собаки. Впервые он искренне уважил труп врага. Если бы демон Земли был на пике, Юиян не обязательно смог бы поразить этого могущественного врага, даже если бы он использовал колесо истребления мира. Перед тем, как колесо убило его, демон Земли позволил печати закона ослабить его и был сильно ранен мощью золотого гиганта и атаками Сюяуся, принцессы Цань-Цанься в Инли богине Шторма. Такой враг заслуживал уважения Юияна. Он не первый, кто пал от его рук, и не будет последним, но он определенно заслуживал того, чтобы быть внесенным в историю роста Юияна. Глава 814. Необъяснимо тяжелая жизнь. Ты не выглядишь слишком счастливым? Что такое? Принцесса Цань-Цань передала Юияну зеркало боли, изначально думая, что он начнет прыгать от радости. Кто же мог знать, что как только он получил зеркало, он ошеломленно на него уставится? Не могу сказать, что, но есть неопределенные ощущения, короче, мне кажется, Юиян не мог объяснить, что не так. Но у него было внутреннее ощущение, что это зеркало боли есть что-то нехорошее. Он чувствовал какое-то божественное заклинание, или какое-то клеймо на нем, и, что кроме владельца, который его создал, никто не мог стать новым хозяином зеркала, и только пламя Нирваны могло помочь. В любом случае, как только Юиян понял это, в его сердце возникло очень плохое предчувствие. Если бы это не была добыча принцессы Цань-Цань, он бы бросил зеркало на землю, как горячий картофель, и выбросил бы как можно скорее, чтобы избежать неприятностей. Змеи волосы демон Чан Фэн, очевидно, был человеком, но стал таким, каким был со временем. Юиян предположил, что это на самом деле связано с проклятием зеркала боли. Более того, Юиян подозревал, что демон земли, который использовал зеркало боли, даже если и вырвался из печати, не мог восстановить силу именно из-за действия зеркала боли. Прямых доказательств этих предположений не было, но Юиян не мог успокоиться. Что произойдет, когда он использует зеркало боли? Принцесса Цань-Цань бросила на Юияна взгляд, полный сомнений, после чего ее осенило, и она подняла опасный для жизни предмет, поспешно схватив его, и бросила подальше. Хотя она хотела помочь Юияну в максимально возможной степени, она определенно не хотела, чтобы он каким-то образом пострадал. В мире было много сокровищ, непригодных для использования, которые не стоит трогать вообще. Например, топор демона земли и доспех небесного демона, эти два суббожественных оружия не могут использоваться кем попало, особенно доспехи небесного демона, которые полны зла и демонической энергии, и с которыми нормальный человек мог бы превратиться в демона. Тем не менее, было не страшно, что Юиян не мог использовать топор земного демона и доспехи, он мог быть отдать их Хуэй Тайлану для слияния, потому что чем больше зла, тем с большим количеством дьявольских сокровищ легче слиться и увеличить силу. Первоначально его демон-волк олицетворял само разрушение. В битве при дворце демона земли, помимо улучшения, настоящим сокровищем, которое было добыто, был ноготь, фиксирующий душу, который все еще нужно было очистить с помощью пламени нирваны. Ноготь этот все еще был под печатью. Если Юиян сможет распечатать его и получить его признание, тогда он получит сверхмощное божественное оружие. Юиян остался бы этим доволен. Конечно, артефакт не капуста, и если он желал использовать его, Юияну требует приложить много усилий. Хотя его нельзя использовать, мы могли бы найти императрицу ночи, чтобы она взглянула на него или, может быть, запечатать его в особом месте, но мы не можем позволить ему остаться в этом дворец демона земли, который разрушен. Иначе, если кто-то его заберет, я боюсь, все закончатся катастрофой. Сюся подумала какое-то время, позволяя богине Шторма взять зеркало боли и поместить его в башню покорения демонов, чтобы временно запечатать его. Кажется, что иногда слишком просто не бывает. Принцесса Цань-Цань показала розовый язык, и ее редкое и столь игривое поведение разбудило волчье сердце Юияна, который желал бы попробовать на вкус этот маленький ароматный язык тигрицы, но на этот раз получил от нее по лбу. Дворец демона земли превратился в руины, Юиян, Сюся и Цань-Цань могли немного отдохнуть. Восстанавливаясь, богиня Шторма услышала прибывшего Хуи Тайлана, который быстро зачистил поле битвы, прибрав все, что имело значение. Доспехи небесного демона и топор демона земли также достались Хуи Тайлану для слияния. Всегда стоит сохранять хорошие вещи для своего верного сторожевого пса. Хотя Юиян часто бил и пинал Хуи Тайлана и обзывал, но иногда он был добр к нему, по крайней мере, он всегда оставлял ему копии хороших вещей. Хуи Тайлан был так счастлив завладеть божественным оружием, такой величайшей редкостью. Особенно эти доспехи небесного демона, супермощное суп божественное оружие, бесконечно близкое к божественному оружию. Узная великие лорды демонов о том, что Юиян отдал такое оружие Хуи Тайлану для слияния, эти ребята обязательно выйдут из себя. Хуи Тайлан был умен и, не отходя далеко от руин этого дворца демона земли, начал пожирать топор земного демона и сливаться с доспехами небесного демона. Тут и самые сильные люди в бездне демонов могли бы рыдать до смерти. Если бы не запугивание силой закона золотого гиганта, которого выпустил Юиян, то злое древнее дерево с человеческим лицом могло бы победить жирного Ха и других без особых усилий. Хотя оно не могло двигаться, его сила достигла 5го уровня небесного ранга, и в этом месте, где злая энергия широко распространена, это было просто непобедимое существо. К сожалению, могущественное давление золотого гиганта сильно повредило его, и злая энергия вокруг него сильно ослабла. Самое главное – жирный Хай и его бесстыдный метод ведения боя. Суи Танлан – ледяной человек, был главным нападающим, принц Тяньло, Еконг и другие сдерживали себя, пока морская птица с дыханием ветра жирного Хая была ответственна за дальние удары, а братья ли очищали окружающее зло, выжившие под могучим давлением. Все они разделили работу, оставив медленную и методичную для большого босса, который не мог двигаться. Они казались очень терпеливыми, и приготовили что-то вроде маленькой пилы для большого дерева, готовясь действовать методично. 5-й краткий уровень небесного ранга был очень устойчив в бою, мог сопротивляться, и будет ранен. Если же скорость его восстановления не так высока, как скорость атаки, тогда он однажды упадет. Неплохо. Юи Ян наблюдал какое-то время и произнес свои скромные слова похвалы. Он открыл рот, чтобы заговорить, и только когда Суи Танлан, который сосредоточился на битве, понял, что Юи Ян закончил свой бой. Они все были вне себя от радости, и их боевой дух стал еще выше и безграничнее. Обратите внимание на давление, пока вы в пределах 100 метров от него, способность его домена может сокрушить вас так сильно, что вы не сможете двигаться или же убьет вас за секунды, это может произойти в любое время. Необходимо обратить внимание на контроль расстояния, лучше всего использовать его, чтобы получить просвещение высшей воли. Если ваша воля будет достаточно сильна, давление врага будет ослабевать. Есть еще одна вещь возрождения. Под его корневой системой находится не меньше, чем снаружи, настоящее огромное ядро, и даже если лицо дерева на поверхности будет уничтожено, у него достаточно энергии, чтобы заново вырастить новое лицо дерева. Сюся открыла книгу и подсказала сражающимся, особенно брату, Сюитан Лану, их главному нападающему, но также желая, чтобы все они перестали относиться к врагу легкомысленно. В конце концов, пятикраткий уровень небесного ранга – это не то существо, которое они могут легко уничтожить. Понятно. Сюитан Лан кивнул с мрачным выражением лица. Если вы, ребята, сможете победить этого уродливого древесного человечка, улучшение вы получите точно, как и просвещение, так, что берегите этого редкого врага. Принцесса Цаньца необычно очень суровая, сегодня была более снисходительной. Главное, что этот древовидный человек был весьма особенным, и еще эти его корни. А вот невозможность двигаться – его главная слабость. Если бы он мог двигаться, как Титан Юэбина, Жирный Хай и другие давно были бы побеждены. Юэйян также сказал. Кажется, злое ядро этого дерева весьма неплохое, не забудьте забрать его, оно пригодится. Жирный Хай как раз собирался открыть рот, чтобы поторговаться с Юэйяном, но Юэйян не дал ему этой возможности. Забрал с собой двух женщин и удалился. Еконг оттолкнул Жирного Хай и выругался. Ты свинья? Жирный Хай собирался ответить и внезапно увидел опасный для жизни корень, поднимающийся от того места, где он только что стоял, и внезапно задрожал от страха. На поле битвы отвлечений было равносильно самоубийству, к счастью, эта обезьяна все еще обладала некоторой праведностью. Брат Еконг, ты такой хороший человек. Жирный Хай с энтузиазмом восхвалял Еконгу. Ты хочешь, чтобы я умер от отвращения? Когда Еконг услышал эти слова, все его лицо исказилось, его чуть не вырвало на месте. Песчаная долина, тихая песчаная набережная. Юэйян, Сюэуся и принцесса Цань-Цань после руководства двух богов дождя и ветра и двигаясь согласно карте, нашли бабушку на тихой песчаной набережной. Первоначальный Юэйян думал, что их ждет настоящая бабушка, но эта бабушка Ша была совсем не старая. На вид ей можно было дать около сорока. Зрелая, уравновешенная, добродетельная и мудрая женщина средних лет. Она казалась немного более зрелой, чем четвертая мать, но ей не хватает нежного материнского сияния. Эта бабушка Ша в красивом костюме стояла посреди чистого пруда, со всех сторон окруженная водой. Обе ее ноги, однако, были крепко пригвождены к земле. Песчаная долина была ее наказанием. Хотя вокруг нее была кристально чистая вода, она не могла коснуться ее, чтобы омыть себя. И даже, когда Сюяуся и принцесса Цань-Цань с максимальной скоростью спровоцировали большую волну, она превратилась в белый туман и исчезла, прежде чем пролилась на ее тело. Это наказание лишило ее и Яна Дара Ричи и Сюяуся с принцессой Цань-Цань посчитали его очень жестоким. Они считали, что женщина с серьезным пунктиком насчет чистоты, была бы чрезвычайно несчастна, не имея возможности принимать ванну в течение десятков тысяч лет, стоя у кромки воды. Что вызвало любопытство Юи и Яна, так это то, какие плохие поступки совершила эта женщина по имени Ша в свое время, чтобы ее запечатали здесь, обрекая на десятки тысяч лет страданий. Прошлое, не говори о нем сколько тебе лет, есть некоторые вещи, которые ты не можешь понять в этом возрасте. Бабушка Ша увидела, как пришел потомок башни Тун-Тянь, и поняла, что Юи и Яны две девушки превосходны вне всякого сравнения, и довольная с улыбкой на лице махнула рукой и не стала рассказывать Юи и Яну о своих преступлениях. Тебе не нужно обращать внимание на этих двух парней, они тупоголовые, самые тупые тупоголовые в мире, и если бы я не боялась их печали и самоубийства, я бы оборвала с ними все отношения, ведь встреча с ними – величайшее несчастье в моей жизни. Ну, чтобы не говорить обо мне, давайте поговорим о вас, ребята, вы мне любопытны, ребята-мальчик, давай начнем с тебя. Мою жизнь можно описать двумя словами, сказал Юи и Ян. Какими же, бабушка Ша недоумевала, какими же двумя словами можно описать всю жизнь, любитель кулаков. Серьезно ответил Юи и Ян. Глава 815. Поразительное заявление. Интересный мальчик, довольно острый язык. Неудивительно, что он смог уговорить обеих маленьких девочек следовать за ним. Всем сердцем бабушка Ша осталась довольна. Спасибо старшей за комплимент Юи и Ян коротко отсалютовал. Прещаная долина для тебя с твоей силой, совсем не проблема, но двум маленьким девочкам придется не просто бабушка Ша слегка нахмурилась. Знаешь, первые три долины – это простые испытания почти без трудностей, настоящее испытание уровней позже. Первые три уровня упорядочены, то есть, как бы они ни менялись, все будет упираться в контроль собственного тела, но не на более поздних уровнях, где все совершенно беспорядочно, даже самые сильные, если они нарушают какие-то законы, непременно умрут. Например, на четвертом уровне долины желаний будет проверка сердца, и если вы не сможете понять эту проверку, то навсегда станете частью испытания или лишитесь душ, исчезнув навсегда. Нужно соответствовать законам этого уровня, чтобы пройти дальше, и пока две молодые девушки не достигли воли Верховного Возвышенного, я не рекомендую им проходить четвертый уровень вместе с тобой, не говоря уже о более сложных уровнях, которые последуют за ним. Большое спасибо, старшая, ваше упоминание, благословение для нас, юниоров. Принцесса Цань-Цань поспешно поблагодарила ее с приветствием. Не могли бы вы рассказать нам больше о будущих уровнях, и, даже если мы пока не квалифицированы, чтобы преодолевать их, мы хотели бы узнать побольше, чтобы в будущее подготовиться заранее. Сюяуся тоже быстро попросила совета. Песчаная долина, как я только что сказал, очень трудна, и здесь любое желание будет усилено вдвойне. Конечно, окружающая среда и закон также повлияют на сложность уровня, пройти который может только горстка мастеров боевых искусств. После четвертого уровня самое пугающее то, что больше не будет городских стражей вроде меня, лишь совершенно жестокая и безжалостная роль закона, и однажды пострадав, вы вряд ли сможете спастись маленький мальчик, ты должен серьезно подумать, стоит ли решать эту задачу, сможешь ли ты контролировать свои желания, если у тебя нет абсолютной уверенности, ведь это дорога без возврата. Бабушка Ша серьезно предупредила Юияна. Спасибо, я подумаю Юиян определенно не будет опрометчивым и беспечным перед лицом опасности. Теперь он больше не был один. С ним были Бинэр, Инань, Лохуа, Тянь Ло, и он также был светом надежды на континенте парящего дракона и в башне Тунтянь. Юиян также знал, что он никак не может позволить себе допустить ошибки, поэтому ему нужно было тщательно все обдумать, а не безрассудно бросать вызов, оказавшись перед лицом сверхсложного испытания. Если бы Юиян не поднялся до уровня верховного врожденного, он не обязательно пошел бы бросать вызов долине желаний, о которой бабушка Ша так торжественно предупредила его, но теперь он был увереннее, чем раньше. Он принял тайное решение вернуться к небесной лестнице. Обсудив решение со всеми, он решил принять вызов в одиночку. Бабушке Ша больше некого было убеждать, поэтому она поделилась информацией. Сложнее, чем долина желания, пятый уровень долины зверей, где любой воин, не способный использовать свою собственную силу, должен вырастить примитивного боевого зверя, от слабого к сильному, и если культивируемый боевой зверь умрет, то хозяин будет наказан законом. Если боевой зверь погибнет более трех раз, его хозяин будет наказан законом, как и его боевой зверь. Если трансформации этого боевого зверя не удастся и позже, то претендент будет уничтожен навсегда. Стоит отметить, что если вырастить недостаточно боевых зверей, чтобы покинуть долину зверей, то претендент окажется в ловушке внутри долины на всю жизнь и станет ее частью. Шестой уровень. Это чрезвычайно сложная долина демонов, претендент может выбрать светлый лагерь, покоряя всех демонов, или темный лагерь, убивая ангелов. Обе стороны должны достигнуть разных целей в течение фиксированного периода времени. Самое пугающее в долине то, что независимо от того, сколько претендентов войдут, выживут они в конце или нет, пройти дальше смогут только претенденты со стороны лагеря победителя, а проигравшие останутся в долине навсегда и никогда не смогут сбежать. Когда бабушка Ша говорила о долине демонов, все ее лицо выражало своего рода страх, очевидно неизгладимую тень от ужасов, с которыми она когда-то столкнулась. В таком случае, не остается ли в долине демонов много претендентов-лузеров? Внезапно подумала Сиося. Ты права, бабушка Ша подняла палец. Более одной десятой жителей долины демонов, претенденты, что не прошли испытания. А спутницы Ю и Яна были ошеломлены. Кожа их голов начала покалывать. Удивительно, но в долине демонов застряло так много претендентов. Несмотря на то, что они были сильны, пройдя четвертый и пятый уровень, они составляли лишь одну десятую от общего количества претендентов. Это огромное количество, так что можно было легко представить, насколько извращена сложность этого шестого уровня. Принцесса Цань-Цань подавила свой шок и спросила. Старшая, не могли бы вы рассказать нам больше об том, что после седьмого уровня? Бабушка Ша покачала головой. Я сама не была в долине жизни седьмого уровня. Говорят, что она во много раз сложнее, чем шестикраткий уровень, и у меня действительно нет уверенности в себе, чтобы бросить этот вызов. С ним быстрее всех справилась Фаевымли. Эта маленькая девочка, ей, кажется, потребовалось всего полгода. Многие успешно прошли седьмой уровень, но кто-то на всю жизнь оказался в ловушке долины жизни, так и не выбравшись отсюда. Мальчик, ты должен ясно мыслить, и даже если ты пройдешь седьмой уровень, уйти плавно не получится, при переходе с седьмого уровня на девятый слишком много ограничений. Мне очень жаль, но кроме небольшого количества информации о седьмом уровне, «У меня больше нет ничего, потому что я ничего не знаю о восьмом и девятом уровнях». Конечно, то, что после седьмого уровня для вас сейчас довольно далекого, вы, ребята, сначала подумайте о том, как пройти долину желаний и долину зверей. Юэйян кивнул и еще раз поблагодарил бабушку Ша. Что касается информации о восьмом и девятом уровнях, Юэйян также не ожидал, что у бабушки Ша может быть много хороших новостей. Юэйян верил, что ее величество Фейвынли, прошедшая девятый уровень, определенно знала бы больше, чем бабушка Ша. Более того, с ее точки зрения и методов, она могла бы просветить Юэйяна другим способом. Когда они вернутся к лестнице, стоит найти способ встретиться с императрицей Фейвынли. Она знает много секретов. Прощаясь с бабушкой Ша, Юэйян внезапно вспомнил зеркало боли. Он достал его и попросил бабушку Ша помочь разобраться в происхождении этой штуки. Кто ж не знал, что всезнающая бабушка Ша посмотрит на зеркало и тоже покачает головой, показывая, что она не видит секрет этой вещи. Однако Юэйяна изумила, когда она спросила. Ты ходил во дворец демона Земли? Я помню это зеркало боли, оно Чанфына из четыре больших кланов. Верно, значит, Чанфын, ты бросил вызов демону Земли, и неужели он умер? Юэйян покачал головой. Он не умер, просто превратился в ледяную скульптуру, которую я подобрал во дворце демона Земли. Он понял, что бабушка Ша не знала, что он прикончил демона Земли, поэтому небрежно солгал. Так он сэкономит время на объяснение. Бабушка Ша также не думала, что Юэйян, этот малыш, который только что поднялся на уровень верховного врожденного, сможет прикончить такого большого быка, как демон Земли. В ее глазах этот ребенок уже был достаточно силен, став верховным врожденным так рано, будучи первой божественной личностью. Хотя нынешнее положение Юэйяна было невысоким, она не посмеет относиться к нему легкомысленно. Согласно его потенциалу, будущее Юэйяна, где он достигает превосходства как божественной верховной, вполне определено, если только он не умрет на полпути. Она не ожидала, что Юэйяна уничтожит демона Земли, но, по ее оценкам, он отступил от атак демона Земли, и смог заполучить небольшие награды, например, это зеркало боли. Четыре великих клана Небесной области и наша башня Тун Тянь все еще имеют отношение, так, что забудь об этом, и поскольку он не мертв, тебе не нужно беспокоиться о его спасении, пусть этот гордый парень пострадает еще немного, будет ему уроком. Я не понимаю эту штуку, просто чувствую себя немного странно, лучше не использовать ее. Как и ожидалось от старого демона, прожившего десятки тысяч лет, бабушка Ша сразу заметила, что что-то не так. Мы будем осторожны. Юэйян запечатал зеркало боли в башне покорения демона и собирался уходить, когда внезапно бабушка Ша позвала троицу. Вы, ребята, кажетесь довольно сильными, не могли бы вы помочь мне достать слезы русалки? С их помощью я смогу скрыть наказание закона на очень короткое время и принять болезненную ванну. По крайней мере, я смогу вымочить ноги руки, вытереть лицо и так далее. Бабушка Ша озвучила свою просьбу. Мы постараемся. Юэйян выглядел довольно скромно, думая, что тяжело вынести испытание постоя у кромки воды 10 000 лет без купания. Но он не решился договорить. Слезы русалки было найти нелегко, иначе бабушке Ша не пришлось бы стоять здесь миллион лет, с нетерпением ожидая. Бабушка Ша не знала секрета зеркала боли, может быть, императрица Фейвэнли знает. Юэйян в это время больше всего хотел бы узнать мысли императрицы Фейвэнли. Прежде чем забрать двух женщин, Сюэуся и принцессу Цаньцань, покинув место испытания и с помощью компаса трех областей вернуться к небесной лестнице, Юэйян телепортировался на второй уровень Долины Ветров. Битва между лордом Лин Юном, Тухаем и остальными уже закончилась. Им досталась непростая победа. Правая рука Тухай была сломана, а правая нога ниже колена отсутствовала, оставив рабочий только половину человека. Лорд Лин Юни и другие были ранены, и, увидев возвращение Юэйяна, лорд Лин Юнь тайно прикрыл грудь. В ней было сквозное отверстие, и если бы лорд Лин Юнь не был достаточно силен, ему было трудно выжить с такой раной. Юэйян мог понять их, даже имея силу шести человек, было непросто победить двух божественных старейшин храма в таком невыгодном для них месте. Однако, что удивило Юэйяна, так это то, что лорд Лин Юни все шестеро не решились убивать, и поэтому два старейшины были лишь схвачены. Из-за этого все шестеро заплатили такую высокую цену. Видя болезненный вид умирающих от ран старейшин, Юэйян мог представить, насколько напряженной была предыдущая битва. Юэйян бросил двух старейшин в башню покорения демона и запечатал их, а затем дал каждому из группы лорда Лин Юни пилюлю боевого духа высшего качества. Молодцы! Однако это только начало потрясений зала Центрального Дворца. Эти два старейшины зала – лишь верхушка айсберга. Между прочим, вы, ребята, пока не выходите. Мертвых солдат из Божественного Зала пока нет на третьем уровне, я думаю, они все ушли и ждут снаружи. Лорд Лин Юни остальные слушали с мрачным видом. Восемь пустынных царств. Снежный план и боевая песня. Три основные команды кажутся жестокими. После предупреждения Юэйяна им стало довольно грустно. Если вас беспокоит расправа над мертвыми солдатами Божественного Зала, вы можете пойти во Дворец Демона Земли, карта здесь, они не должны вас ждать. Прежде чем Юэйян закончил говорить, лорд Лин Юни и остальные встряхнулись и закричали. Что же случилось с Дворцом Демона Земли? Вы, ребята, узнаете, когда пойдете и посмотрите сами. Юэйян изящно улыбнулся и повернулся, чтобы уйти, оставив застывших от удивления лорда Лин Юня и остальных. Глава 816. Совершенный уровень верховного врожденного. Пятый этаж небесной лестницы. Даже сильнейшие не выдерживали небесной кары, обессиленно прислонившись к камням и садясь. В сотни метров вокруг император драконов, император подземного мира, Божут и другие могучие мастера башни Тунтянь лежали на земле, уже не заботясь о своем имидже. Небесный гнев, небесная ярость, небесные преступления, небесный меч и другие также устали, и как собаки, лежали на земле. И только небесная катастрофа была достаточно умна, решив культивировать, не участвовавая в этой битве. Хотя ее сил было мало, чтобы догнать внезапный прогресс феи Феникса, ее собственное культивирование не должно быть большой проблемой. Старая драконья Черепаха и старейшина Наньгун также пришли, и если бы они не помогли, то на убийство ушло бы больше усилий. В этом непростом испытании никто не мог уже и вспомнить, сколько времени было потрачено на это сражение. Вся сверхмощь башни Тунтянь атаковала в унисон, и все лишь для того, чтобы уничтожить старейшин пятого уровня небесного ранга. Это слишком страшно, что никаких ограничений закона нет, и небесный рангер пятого уровня на удивление так силен. Король демонов Бажут все еще был напуган до смерти, как этому парню удалось захватить старейшину дворца центрального зала в одиночку. Император драконов не мог даже представить себе силу Юрияна, он просто извращенец. Император подземного мира не знал, что и думать, как ты себя чувствуешь, спросил старейшина Наньгун, помогаю небесному преступлению с ранами. Трепещу от нетерпения холодно, ответил тот. Фактически, он понимал, что Наньгун спрашивал не об ощущениях отбоя, а о просвещении в этой битве, о том, есть ли возможность улучшения. Тем не менее, небесное преступление чувствовал, что эта битва была действительно захватывающей, непревзойденной задачей, в которой враг мог убить за секунды и в любое время, всегда идя по тонкому льду, что было чрезвычайно ценным опытом на всю жизнь. По сравнению с этим, последняя битва с королем Черного Ада и древним королем демонов и их битвы были просто детскими играми. Даже, даже битва с императором Новограха не была такой сложной, как эта битва. Императрица Новограха возглавляла то вторжение, но самую сложную часть взяли на себя Чжи Цзунь, императрица Ночи и Юи Ян. Теперь Чжи Цзунь и императрица Ночи были на небесной лестнице, Юи Ян отправился далеко в небесную область, чтобы культивировать, и тяжелое бремя опустилось на небесного палача, который теперь дышал с трудом. Старейшина Наньгун улыбнулся и, велев толпе беречь себя, мимоходом записал битву. Он надеялся, что не только сверхмощные люди, присутствующие в битве, но и будущие поколения также смогут получить опыт, расти и совершенствоваться в этом испытании. В какой-то момент фигура Юи Яна появилась на поле битвы, голос его прозвучал отчетливо, и все поняли, что он вернулся. Юи Ян улыбнулся небесному преступлению и внезапно бросил на землю две черные тени, захватывающе, не правда ли, так еще интереснее. Эти двое также являются старейшинами Дворца Центрального Зала, и они даже более могущественны, чем предыдущий старейшина. Из зовут Красный Журавли Красный Пик, у обоих есть способности, в которых они особо хороши. Ребята, продолжайте в том же духе. Небесное преступление застыл. Небесный гнев и небесная катастрофа были напуганы и побледнели они только что убили одного старейшину, как пришли еще двое. Король демонов Бажут ударился головой о каменную стену в своего рода суицидальном порыве, поскольку после его знакомства с этим извращенцем Юи Яном, его жизни пошла под откос. Даже старейшина Наньгун подумал, что Юи Ян, бросая им целых двух дворцовых старейшин, не очень-то стремится к достижению успеха, и хоть такое давление с большей вероятностью заставит людей прогрессировать, теперь они были слабы. Все уже были на своем пределе. Эти два старейшины – непростые персонажи, и они отличаются быстрым восстановлением, по крайней мере, немедленнее, чем вы. Этот ублюдок, я его убью, выругался Бажут. Какая мерзость. Император Драконов тоже скрежетал зубами от ненависти. Что теперь? Небесный гнев и небесная катастрофа запаниковали, глядя на своего босса, небесного палача. Подкрепимся, ответил небесный палач, и было очевидно, что его голос немного дрожал, полностью лишенным обычной холодности. Два почти мертвых старейшины, лежавшие на земле, быстро призвали боевых зверей, чтобы защитить свои тела, и отчаянно поглощали энергию небесного магического ядра для восстановления. Красный журавль и красный пик хоть и пальцами сейчас двинуть не могли, оставались спокойны, потому что их соперники также выглядели уставшими. Они не знали, какой будет их дальнейшая судьба, но было точно известно, что битва неизбежна. Небесный палач достал пилюлю боевого духа и медленно проглотил ее. Если пилюли не использовать сейчас, то чего еще ждать? В настоящее время их не интересовал какой-то там прорыв. Сначала нужно восстанавливая боевую мощь, чтобы уничтожить этих двух старейшин, а затем, и если они смогут убить этих двух старейшин, и прорыв будет не за горами. Император драконов, император подземного мира и король демонов Бажут, один за другим также без труда достали пилюли боевого духа и приняли ее. В любом случае необходимо захватить старейшин, прежде чем они восстановят свою боевую мощь. В противном случае победы им не видать. Это будет гонка со временем, столкновение воли, а затем и силы и уровня. Небесная лестница. Когда Юэйян достиг нижнего уровня небесной лестницы, он выпустил всю энергию всего своего тела. Она включала в себя и бессознательный источник энергии закона, который он не успел полностью поглотить во дворце демона Земли, намереваясь продолжить просветление и достичь совершенного уровня верховного врожденного. Он сделал это по трем причинам. Во-первых, чтобы усовершенствовать себя. Во-вторых, чтобы подать сигнал ночной императрице Ичжи Цзунь, сказав им, поднимавшимся выше, что он достиг уровня верховного врожденного. В-третьих, в надежде, что, достигнув совершенного уровня верховного врожденного, он сможет призвать священный гримуар, который он пока не мог вызвать. Он надеялся добраться до совершенного уровня верховного врожденного, поглотить больше энергии закона и накопить больше врожденной истинной ци. С великой вспышкой Юэйяна появилась небесная руна. Тысячи загадочных узоров переплетались, и вместе образовывали ядро, подобное сияющей галактике и бесконечному скоплению света с медленно вращающимся Юэйяном в центре. Юэйян в этот момент бессознательно испустил давление божественного сознания, и даже императрица ночи Ичжи Цзунь почувствовали это. Сявынь ли тихо вскрикнула. Ее разум, резонирующий с разумом Юэйяна, помогал Юэйяну быстрее впитывать силу законов. Он не добился бы совершенного уровня верховного врожденного без ее участия. Сюся и принцесса Цань-Цань тоже помогали Юэйяну усилить его мощь, и в своих умах, также использовали молчаливое понимание двойного культивирования, так что все трое были одним целым, вместе поднимаясь к более высокому уровню. Хотя девушки были ему лишь помощницами, они также могли стать неслабым подспорьем, позволяя Юэйяну быстро улучшаться. Находясь в безопасном месте у небесной лестницы, Юэйян ни в малейшей степени не беспокоился о безопасности своего окружения и мог проводить свое просветление, не отвлекаясь. Брат Юэйбин, которая была телепатически связана с Юэйяном, отреагировала быстрее всех и сразу же вскочила. Несмотря на то, что она не могла видеть Юэйяна, картина в сознании говорила ей, что это был ее брат. Пойдем вниз Юэйю и приняла это решение, не задумываясь, быстро, быстро. Инань не могла больше ждать, и все вместе они быстро бросились к ступеням небесной лестницы. Этот парень теперь настолько силен, что даже я уже оглядываюсь через плечо завидно. Ах, может быть, и Сеуся хватит настолько преувеличенно процветать. Кажется, что положение первой жены пока сложно поколебать. Все еще поднимаясь по небесной лестнице, фея Феникс остановилась от безмерного удивления. С тех пор, как она почувствовала энергию Юэйяна, она с нетерпением ждала его возвращения. Даже Чжи Цзунь и императрица Ночи, которые в настоящее время находились наверху, посмотрели друг на друга. Чжи Цзунь на мгновение задумалась, качая головой. Императрица Ночи, однако, не стала возвращаться, а тихо ждала, как будто ожидая, что решит подруга. Еще через мгновение Чжи Цзунь задала риторический вопрос. Как думаешь, действительно ли он сможет достичь совершенного уровня верховного врожденного? Силуэт императрицы Ночи слегка изменился в поле звездного неба и, казалось, она подняла нефритовую руку, чтобы прикрыть рот и хихикнула. Если ты готова помочь ему, я могу гарантировать, что он добьется успеха. Глава 817. Неповторимый прорыв. Юэйян чувствовал, как если бы он двигался, как лавина со снежной горы. С помощью Сюэуся, принцессы Цань Цанися в Эмлион довольно сильно продвинулся. С каждой новой секундой приходили новые идеи. Сначала Юэйян думал, что проницательность царства верховного уже будет окончательной. Что еще до прорыва она составляла бы все его царства. Но сейчас он быстро обнаружил, что конец, к которому, как он думал, он пришел уже позади него. Столько всего происходило, заставляя его чувствовать, как ему едва ли хватает времени, чтобы испытать все. Поскольку не было необходимости беспокоиться о своей личной безопасности, он мог погрузиться в просветление нового царства всем своим телом, и еще в неиссякаемое предложение закона нежелательной энергии, полученное из храма демона Земли. Прогресс с познанием Юэйянем царства напоминал небесного орла, распространяющего крылья, летя все выше и достигая мира, который был совершенно невообразимым раньше. Конечно, преимущество получил не только он, но и Сюэуся и принцесса Цань Цань, которые были едины с ним. Даже лицо Ся в Эмли сияло ярко. Оно показало сияние просветления. Естественно, она еще больше восстановила память и боевое царство от предыдущей жизни. Не замечая течения времени, и не зная о том, что происходило снаружи, четыре сердца бились вместе, проникая в новый мир, где были переплетены энергии и воля. Даже Юэйян, который вел их всех, был невежественным в этом просвещении, не зная, когда оно закончится, не говоря уже о том, как далеко они могли зайти. Он знал только одно. Это только начало. Настоящее продвижение еще предстоит совершить, и они были далеко от своего предела. Энергетический пучок более тысячи метров высотой медленно рос, когда сущность мысли Юэйяна исчезла, постоянно поднимаясь в новые сферы и постепенно улучшаясь. Начальная точка небесной лестницы была окутана этой таинственной и красивой энергией закона. Болезненная красавица, Юэйюй, Баэр и другие, которые вернулись с лестницы, прибыли в качестве первой партии. Поскольку они боялись, что повлияют на Юэйяна, все они насильственно подавляли свое волнение, наблюдая с расстояния, не осмеливаясь подходить. Юэйбин и Нань вернулись с более высокой части лестницы, обойдя Люэ, Сяи и Хайлань, и бросились к подножью лестницы в качестве второй партии. В отличие от Юэйюй, Юэйбин и ее старший брат были индуктивными. Она не могла сдержать свое волнение. Она и не подозревала об остановке Юэйюй, бросаясь к Юэйяну и быстро проникая в мир просвещения. Она помогала своему брату своей уникальной проницательностью и внесла свою незаменимую силу. Бинер также прошла, там правда хорошо. Юэйюй была очень обеспокоена тем, что ее младшая сестра могла повлиять на культивирование Юэйяна. Там не только все хорошо, кажется, это полезный опыт, высказалась болезненная красавица. Тогда, что мы будем делать? Люэй и другие были взволнованы. Они также стремились помочь Юэйяну, но они беспокоились, что не смогут оставаться спокойными, как Юэйбин. Стоит сказать, что Юэйбин и Юэйян делили врожденный навык близнецов и навык внутреннего зеркала. Они могут использовать духовную телепатию в любое время, и не было бы абсолютно никаких проблем с их молчаливым пониманием друг друга. Они не знали, поможет ли их вмешательство Юэйяну, и они оставались сомневающимися. Даже болезненная красавица, которая знала Юэйяна так хорошо, теперь смотрела на Инань насторожено. В храме Дева Инань разделила навык духовного зеркала с Юэйяном, Юэйбин и Сюэуся. В дополнение к официальной семейной интимной практике поры, ее духовное молчаливое понимание с ним не уступало тому, что у него было с Юэйбин. В ответ на желание каждого помочь, Инань была немного смущена. У нее было желание интегрироваться в энергетическое поле как можно скорее, но она не была уверена, что другие также смогут интегрировать себя. Пока они не могли решиться, Король Южных Гоблинов, Старшая Сестра Пьяная Кошка и Небесная Катастрофа догнали их. Король Южных Гоблинов, которая долго была среди верхнего ряда племени Восточных Гоблинов, завоевала бесчисленные территории и даже стала гегемоном одной партии, была решительнее, чем обычные люди. Она предложила девочкам с молчаливым пониманием или чистыми сердцами, как у Инани Люе, попытаться интегрироваться, чтобы увидеть, смогут ли они помочь Юэйяну. Хаин, которая уже была императрицей Океана, и хорошо информированная в Демоническом Храме Небесная Катастрофа, также выразили поддержку. В конце концов, Инани Люе стали их надеждой. С их сдерживаемым состоянием ума они медленно ступили в поле энергии просвещения, сосредоточившись на Юэяне. Они прошли слияние, не оказав сопротивления. Это был очень хороший ответ, который обрадовал всех. Они слились воедино, не встретив сопротивления. Это был очень хороший ответ, который всех обрадовал. Но даже в этом случае они по-прежнему оставались осторожными, позволив болезненной красавице Юэю и войти в энергетическое поле, чтобы посмотреть, не возникнет ли отторжения воли. На самом деле их опасения были немного излишними. Нынешний Юэян не сопротивлялся их энтузиазму, вместо этого он даже приветствовал их. Каждый, кто присоединился, чтобы помощь ему, был по-своему уникален. Если ум Юэяна был подобен реке, то вспомогательная помощь мысли каждого после интеграции была подобна ручью. Хотя их поток не был несопоставим с его, комбинация все же была очень впечатляющей. В процессе слияния питание получал не только Юэян, но и одновременно и они. Более могущественные существа, такие как гигантская лали, красная ахмань додоика, которые культивировали в верхней части небесной лестницы, в это время отчаянно мчались вниз. Императрица Ночи и Чжитзуньоби вернулись в высшие пространства. Они быстро приближались. Было подсчитано, что скоро они превзойдут их. Фея Феникс уже догоняла их в спешке, догнав бушующие пламя и дух небесного огня. Сестры Феникса и безрогий дракон Цзянэнь как раз возвращались, чтобы восстановиться, когда увидели беспокойство феи Феникса. Они последовали за ней, оставляя за собой бушующие пламя и дух небесного огня, непрерывно увеличивая расстояние. Я на шестом уровне небесного ранга оказалась в такой слабой бушующие пламя слабо вздохнула. Дух небесного огня не обладала большой мудростью, но и она могла понять в своем сердце желание как можно скорее интегрироваться в энергетическое поле и помочь своему хозяину. Бушующие пламя стиснуло зубы и погналась за ней. Если она не могла догнать сестер Фениксов, Цзянэни небесную катастрофу, она бы это признала. Но если бы она не смогла даже догнать духа небесного огня, она не смогла бы простить себя. Время шло своим чередом. Полчаса, один час, два часа. Если бы он не получил наследство знаний Шиньян до этого, Юэйян определенно не смог бы противостоять такому количеству мыслей с разными уровнями сознания. Но теперь он чувствовал себя большой рекой. И, сколько бы потоков ни присоединилось, они не будут обузой и не превысят его пределы терпимости. Напротив, это был своего рода рост, делавший его сильнее и терпимее. Каждый по-разному воспринимал каждый инцидент и каждую битву. Юэйян никогда не думал, что однажды он сможет получить опыт стольких людей одновременно. Это сочетание разных точек зрения и разных взглядов было чрезвычайно богатым. Хотя он был не выше уровня знаний Синьян, его знания определенно были более сложными, разнообразными и тонкими. Юэйян использовал помощь каждого, чтобы расти каждую минуту и каждую секунду, чтобы быть совместимым со всеми слияниями, продолжая превосходить себя, открывая новые области, в то же время постигая неопознанное наследство знаний, оставленное Синьяном. Можно сказать, что теперь он мог убить сразу нескольких зайцев. Он никогда раньше не думал о таком культивировании. Это было невообразимо для всех остальных. Это было полное совпадение, своего рода благословение, особая практика, рожденная благодаря зрелой возможности. Этот метод был уникальным, и никто не смог бы его скопировать. Никто не сможет сделать это так, как Юэйян, чтобы быть полностью совместимым с мышлением каждого. Никто не может быть похожим на него, когда так много людей оказывают ему безоговорочную помощь. Не говоря уже о наследстве знания и бессознательной энергии воли как у Синьяна, молчаливом слиянии источника и разума. Эту возможность никогда не сможет получить ни один другой человек, располагающий какими-либо материальными ресурсами. Это определенно был первый раз в истории и будет единственным за всю историю. Когда фея Феникс и другие вернулись, Юэйян обнаружил, что его помощь стала еще внушительнее. Если раньше он был просто стремительным ручьем, то после того, как ему помогли Сюэуся и принцесса Цань-Цань, он превратился в быстрый поток. С добавлением Юэйбин и Юэйюэй, скорость улучшения его царства превратилась в широкий ручей. Когда фея Феникс и другие присоединились к ним, он внезапно почувствовал себя ревущей рекой с бесконечной и непреодолимой силой. Чжи Цзуни Императрица Ночи прибыли и с удивлением смотрели на все это. Все это намного превзошло их ожидания. Пока они молча смотрели, вбежали Красная Ахмань, Дадо и Кайдругие. Когда гигантская Лали погрузилась в энергетическое поле, энергетический луч в небе поднялся более чем на 2 километра, что наполнило Чжи Цзуни Императрицу Ночи трепетом. Никто никогда не пробовал такое культивирование, и никто никогда не знал, что это культивирование будет успешным. Тем не менее, Императрица Ночи и Чжи Цзунь теперь могли быть уверены, что Юэйян определенно добьется успеха на этот раз, но все еще было неизвестно, какого царства он сможет достичь с их помощью. Еще через полчаса к ним присоединились бушующие пламя и дух небесного огня. Юэйян культивировал в течение трех часов с всеобщей помощью. В некотором смысле луч энергии, представляющий царство, поднялся на высоту более 2300 метров и не остановился полностью, медленно продолжая подниматься. Это должна быть воля Бога. Поскольку Бог так сильно о нем заботится, давай поможем ему. Раздался небесный голос Императрицы Ночи. На самом деле она не волновалась, что Чжи Цзунь не вмешается. За Юэйяна Чжи Цзунь беспокоилась, но все же интегрировалась в энергетическое поле, чтобы помочь ему. С репутацией Чжи Цзунь, если бы она не нашла оправдания воли Бога, ей было бы немного неловко встретиться с Сюэуся и другими юниорами в будущем. В конце концов, чтобы интегрироваться в энергетическое поле, каждый должен открыть свое сердце, объединить свое мышление и полностью поддержать Юэйяна. Так могут открыться некоторые из относительно личных маленьких секретов. Чжи Цзунь слегка кивнула, больше не оставаясь сторонним наблюдателем. Она знала, что если она и Императрица Ночи объединятся, энергетический луч Юэйяна, представляющий его царство и потенциал, может превысить как минимум 3 километра. Это было бы чрезвычайно полезно для него. Стоит сказать, что чем выше ты поднимаешься, тем труднее становится. Каждые дополнительные 100 метров – это совершенно другое царство. Более того, присоединяясь, чтобы помочь ему, можно самой получить преимущество. Несмотря на то, что у него были самые высокие улучшения, разве они не извлекли бы выгоду из нового царства? Когда Императрица Ночи и Чжи Цзунь подошли друг к другу, их умы объединились, и они протянули руки, прижимая их к телу Юэйяна. Тело Юэйяна задрожало, и огромная энергия вырвалась из его тела. Все энергетическое поле в одно мгновение образовало новый слой более яркого и великолепного ореола в форме радуги, окружающего его. Энергетический луч взлетел на сотни метров и легко пронзил 3 километра. Если предыдущий подъем Юэйяна был подобен непреодолимой реке, то помощь Императрицы Ночи и Чжи Цзунь была подобна двум огромным озерам с бесконечной и безграничной энергией. Их царство намного превосходили Юэйяна, что сделало оказанное на него влияние совершенно неописуемым. Прошел еще час, а Юэйян все еще не смог полностью понять новое царство, принесенное Чжи Цзунь Императрицей Ночи, особенно Чжи Цзунь. Он чувствовал, что ему не нужно идти вперед, она тащила его вперед со скоростью, превышающей скорость полета. Не только он, но и Сюэуся и другие чувствовали это. В области энергетики люди рассказывают друг о друге все. Каждый получал новые знания о других через Юэйяна, а также улучшал себя с его помощью. Все постоянно находились в процессе сублимации. Неизвестно, сколько времени прошло с тех пор, как только Юэйян и Чжи Цзунь прорвались в то, что, по их мнению, было последним царством. Энергетический луч начал медленно останавливаться. В небе Феникс издал звонкий крик, разнесшийся сквозь облака. Бинэнь выпрыгнула и бросилась прямо на спину Юэйяна с легким озорным настроем, который мгновенно передался всем. Ее появление удивило Сюэуся и остальных. Стоит сказать, что эта Целинь не была простой девушкой, поскольку она обычно не желала показываться даже после тысячи обращений. Кроме того, было два новых сознания, которые только Чжи Цзунь и императрица Ночи с трудом смогли ощутить, но они были сосредоточены исключительно на Юэйяне. Остальные знали, что появилась разница, но не могли почувствовать существование этой энергии. Чжи Цзунь была шокирована, первоначально думая, что то, что она считала последним абсолютным царством, было разрушено, что внезапно привело к появлению нового и бесконечного мира тайн. Она почувствовала, как будто меч пронзил ее тело. В точке между бровей Юэйяна этот меч не только пронзил высшее царство, которое Юэйян создал в нем, но также пронзил и небо. Нет, не небо. Весь закон мирового древа. Кто это был? Кто был тем, кто нарушил границы царства? Кто связал весь мир небесной лестницы с мечом Ци? У Чжи Цзунь не было времени на размышления, и она внезапно обнаружила, что закон всего мирового древа был таинственным образом связан с Юэйяном. Источник энергии бессознательного закона, который Юэйян поглощал в прошлом, теперь был заменен. И новая энергия, огромная, как океан, мгновенно устремилась в энергетическое поле и нырнула в тело Юэйяна. В этот момент у Юэйяна была иллюзия, что он находится в центре взрыва Вселенной. Со взрывом его разум бесконечно расширялся. Баэр, Ся и Юэйю с самыми слабыми способностями упали в обморок менее чем за секунду. Разум их автоматически освободился от подобного космического взрыва воздействия на разум. Юэйбин и Нань упорствовали в течение трех секунд. Красная и Ахмань, как посланник и генерал, достигли своего предела всего за пять секунд. Фия Феникс, Лохуа и принцесса Цань Цань стиснули зубы на семь секунд и, наконец, упали на землю. Только Сюэуся держалась с помощью царства божественного сознания и поддерживала себя в течение десяти секунд. Временный лимит для императрицы ночи, которая была намного выше всех, достиг тридцати секунд. Только Верховный мог продержаться одну минуту. В конце концов, она и Юэйяну пали в обморок одновременно, синхронизируя мысли. Перед тем, как потерять сознание, Джи Цзунь, казалось, увидела десятиметровый великолепный гримуар, сияющий перед собой. Был ли это божественный гримуар? Она больше не могла думать. Она упала на Юэйяна и впала в глубокий сон от крайнего истощения. Глава 818. Правда у горячих источников. Люэ проснулась и почувствовала, что она училась через свой опыт во сне в течение тысяч лет. Подобный тип царства, знания и энергии, которые не могут быть описаны в словах. Они полностью наполнили душу, как океан, и казалось, что он может переполниться в любое время. Она знала, что ее царство было недостаточно для того, чтобы вместить больше, в противном случае, она получила бы в ее снах в 10 тысяч раз больше, чем сейчас. Этот вид бесконечного мира был доставлен ей Юэйяном, и у него были разные уровни восприятия каждого. Люэ никогда не думала, что было возможно что-то такое огромное, кроме своего собственного воображения, как безграничное существование вселенной господин. Люэ села, с тревогой, желая увидеть, что случилось с Юэйяном. Она не была уверена, повлияет ли на ее господина ее потеря контроля и обморок. Ты проснулась? Болезненная красавица появилась перед Люэ, и ее руки, нежные и белые, передали ей стакан воды. Твой потенциал неплох, ты спала в течение трех целых дней. Три дня? Люэ не поняли, как сон в течение трех дней был связан с ее потенциалом, но она всегда уважала болезненную красавицу, госпожу Ухань. Люэ взяла чашу, и спросила. Я спала три дня? Да. Чем больше ты получаешь в новом царстве, тем больше времени твоему телу необходимо, чтобы настроиться и адаптироваться. Ты спала в течение трех дней, что доказывает, что ты многое получила. Ты должна знать, что Баури и молодая раба проснулись первыми, через один день. Юэйюй, ся и я потратили около двух дней. Это доказывает, что у тебя больше потенциала, чем у нас. Когда болезненная красавица получила чашу от Люэ, Люэ удивилась, обнаружив, что на ее пальце появилась прядь кристаллизованной энергии, которая была почти невидима для невооруженного глаза. Она была обернута на пальцы, полная силы. В этот момент Люэ чувствовала, что двери ее сердца, казалось, были открыты, и она могла говорить сухонь духовно. Что это? Люэ обнаружила, что существовали также какие-то энергетические нити между ее пальцами, но форма энергии нитей отличалась от энергии госпожи. Связанный сердечный узел болезненная красавица улыбнулась и погладила мягкие волосы на лбу Люэ. После практики полной духовной интеграции каждый из нас получил этот духовный навык. Юэ и Юэ решили назвать его связанным сердечным узлом. Хотя форма у каждого человека отличается, этот навык действительно может быть использован для общения с душой. Энергия души. Люэ была удивлена, обнаружив, что такая энергия была неудерживаемой всеми в мире и контролировалась только ее собственной волей. Смотри, болезненная красавица не ответила, но ее розово-красный нефритовый палец слегка указал вдаль. Люэ посмотрела вверх, и только тогда она обнаружила, что энергетическое поле домена Творца Юэ и Яна все еще не рассеялось, и он все еще был окутан им. И все энергетическое поле было заполнено всевозможными чудесными духовными энергетическими лентами. У них были разные формы, но у каждого свои особенности, большие или маленькие, отчетливо различающиеся, переплетенные, образуя таинственный узор связанного сердечного узла. Юэ и Бин и Нань все еще спали, и еще больше людей лежали на земле, не проснувшись. Они все еще были погружены в энергетическое поле. Их тела также в разной степени приспосабливались из-за различных достижений в новом царстве. Люэ увидела, что узел императрицы ночи был самым красивым. Подобно одной звезде за другой, соединенные звездным светом, переплетенные узоры также были самыми великолепными среди толпы. От ослепительного блеска у нее закружилась голова. Что касается узла Чжи Цзунь, свет меча взлетал по небу, и от холода люди чувствовали себя неспособными смотреть прямо на него. Даже бессознательная духовная энергия заставляла людей бояться кощунственных сердец. Узел Чжи Цзунь также был единственным с уникальным огромным изображением, как если бы это был страж. Образ души был очень похож на нее, но сидел, скрестив ноги, сложив руки вместе. В божественной мощи было немного больше пустоты ненависти и гнева, и немного меньше мягкости, чем у обычных женщин. При взгляде на изображение отозвалась собственная душа Люэ, и она не могла не поклониться ему с уважением. Она не знала, что представляет собой изображение в центре узла Чжи Цзунь. Но судя по ее интуитивной духовной связи, это кажется священное существо. В отличие от Чжи Цзунь, у Юэяна не было связанного сердечного узла, и у него не было никакого образа стража. Он лежал в центре всех. Все его существо источало бесконечно огромную энергию, подобную космической галактике, снабжая людей, которые спали в данный момент, чтобы они могли быстрее адаптироваться к приспособлению тела. После прорыва в новое царство, Люэ посмотрела на сонного Юэяна, и уголки ее губ не могли не искривиться слегка. Ее сердце забавлялось, но она безоговорочно подавляла это чувство и не смеялась. Гримуар Юэяна сильно изменился за это время. Теперь его длина составляла 3 метра, а ширина – метр. Руны на нем сияли, и этот уникальный мир постоянно поглощал энергию. Увидев это, Люэ не могла не порадоваться за Юэяна. Она часто слышала, как Юэян жаловался на медленное развитие гримуара и на то, что его все не переводили в бриллиантовый гримуар. Теперь он мог чувствовать себя непринужденно, как его гримуар может не быть бриллиантового ранга. Похоже, что после того, как он был переведен в этот ранг, все стало немного иначе. Но зная своего господина, она понимала, что может случиться что угодно. Люэ не особо задумывалась об изменениях в гримуаре Юэяна. Позволив больной красавице нежно поддержать ее, Люэ снова посмотрела на Сюэуся. Она обнаружила, что первая леди семьи Сюэ была достойна стать первой женой ее господина. Среди узлов, опутывающих тело Юэяна, узлы Сюэуся были самыми красивыми и чудесными, и все они состояли из рун. Руны, которые продолжали вращаться, были вариантами древних рун, и Люэ не знала ни одной из них. Однако в ее душе было чувство. Эти руны должны быть секретными словами, сказанными безупречной Мадамуся ее мастеру. Она догадалась, что, вероятно, только ее господин мог понять их значение. С помощью этого связанного с рунами узла господин всегда сможет узнать Мадамуся. Никто никогда не сможет ей подражать. У тебя также есть свои уникальные черты. Твоя чистота, доброта и смелость при преодолении препятствий незаменимы. Узел болезненной красавицы также был связан с узлом Люэ. Она, естественно, знала текущие мысли Люэ и мягко утешала ее. Да, спасибо, мисс лицо Люэ покраснело. Было ли это признанием госпожи Ухань? Она не решалась слишком много думать и поспешно развязала узел, опасаясь, что болезненная красавица поймет ее застенчивое сердце. Но как могла болезненная красавица не знать, о чем думает Люэ? Она просто не пыталась разоблачить эти мысли. Она нежно погладила ее розовое лицо. Иди и прими ванну, Баэ и остальные играют в горячих источниках. И не беспокойся о вопросах культивирования, давай сначала подождем, пока Юэ Ян проснется. Люэ послушно кивнула. Однако перед тем, как уйти, она не могла не взглянуть на него украдкой. Взлетев, она собиралась шагнуть в воздух в соответствии с боевыми навыками, которым учил Юэ Ян, но она была удивлена, обнаружив, что ее тело было в сто раз легче обычного. Как только она ушла, она двигалась по своему желанию, не нуждаясь в обычном управлении своим телом. Энергия автоматически проходила через все ее тело. Расстояние в тысячу метров можно было преодолеть одной мыслью. По сравнению с обычной синхронной телепортацией верхом на ее шустром олене или единстве духов, сейчас не было никаких признаков разницы. Как будто возникла иллюзия, что небо стало короче, а мир стал меньше. Что это? В шоке Юэ приземлилась в горячем источнике в 10 километрах. Изначально она рассчитывала, что ей потребуется не менее минуты, чтобы прибыть. Но ей потребовалось всего 10 секунд. Если бы она оседлала шустрого оленя или воспользовалась телепортацией, по ее оценке, было бы быстрее. Это не была телепортация, это был просто полет, хождение в пустоте. Но намного лучше, чем обычно. Что случилось с ее телом? Обнаженное тело, светло-розовое от тепла, бросилось в руки Люе, и чистый голос Баэр нежно прозвучал в ее ушах. Сестра Люе такая красивая. Баэр тоже хочет быть посланницей Бога, но жаль, что я еще не на этом этапе. Кто мешал тебе заниматься всерьез? Молодая раба и то теперь намного лучше тебя. Ся и пускала пузыри в горячих источниках. Нет, молодой рабыне не обязательно быть божественной посланницей, пока она остается рядом с хозяином. Молодая рабыня Полуэльф застенчиво спряталась в горячих источниках, показывая лишь свою маленькую голову. Но даже в этом случае довольно большое и богатое оружие спрятать было невозможно. Грудь вырисовывалась в воде, заставляя Люе чувствовать себя неполноценной. Хотя она привыкла к этому, теперь казалось, что когда орудие убийства молодой рабыни Полуэльфа было обнаружено, она по-настоящему осознала, насколько мощным и шокирующим оно было. Что вы имеете в виду, говоря про божественную посланницу? Люе подсознательно хотела спросить юную рабыню, что она ела, чтобы вырасти такую грудь, но когда слова достигли ее губ, она быстро проглотила их. На самом деле, ничего такого. На фоне молодого девичьего тела Баэр, Люе не чувствовала себя неполноценной, поскольку Сяй всегда ненавидела плоскую грудь. Молодая рабыня была исключением, из-за чего она не могла соревноваться с ней. Кроме небесного закона, никто не мог сравниться с ней. Сяй бросила зеркало Люе, Люе взглянула и воскликнула. Это я, Люе, была потрясена, так как не смогла узнать человека в зеркале. Священная и прекрасная внешность отражалась в зеркале с выражением легкого удивления. Будь то высшая воля, сияющая в ее зрачках, или знак божественной посланницы, высеченной на ее лбу, как алмаз, все это отражало то, что владелица отражения в зеркале была повышена до ранга божественного посланника. Как это возможно? Я только что превзошла врожденное царство. Царство верховного врожденного было еще очень далеко, как я могла стать божественной посланницей. Зеркало отражает что-то не то. В какой-то неизвестный момент Юи-Юй появилась позади Люе. Ее тело было окутало девственным ароматом, и даже потрясенная Люе легко почувствовала его. Люе была поражена, осознав, что в теле Юи-Юй произошли странные изменения, но она не понимала, что это было. Не только Юи-Юй, но и болезненная красавица перед ней, а также Баэр, юная рабыня, ся и другие претерпели изменения, из-за которых Люе почувствовала, что это все было сказочно и нереально. Ей все это снилось? Не нужно сомневаться. Это лишь одно из многих достижений, которые мы получили от Юи-Яна, Чжи Цзуни, императрицы ночи. Я считаю, что нас ждут и другие способности. Люе, не нервничай, просто спрячь знак посланницы, и все будет хорошо. Собственно, нас пока нельзя считать божественными посланниками. Наши изменения случились благодаря Чжи Цзунь, и ими также руководили бесчисленные старшие с небесной лестницы мирового древа. И если бы мы со всем этим все еще не смогли добраться до царства посланника Бога, это было бы слишком разочаровывающим. Но мы лишь достигли этого царства, и нашей реальной силы далеко недостаточно. Если мы воспользуемся аналогией, как в обычном примере Юи-Яна, то теперь у нас есть летающий зверь, но мы не можем его оседлать. Мы не можем взлететь в небо, и мы должны смотреть в небо с земли. Нужно продолжать культивировать, и мы сможем по крайней мере достичь силы того же царства, которое имеем сейчас. Нам не нужно беспокоиться о потенциальных возможностях или препятствиях, потому что Юи-Ян и Чжи Цзунь уже помогли нам. Что нам нужно сделать сейчас, так это усердно работать как можно больше и не причинять ему никаких проблем, чтобы он мог сосредоточиться на самосовершенствовании. Юи-Юи протянула руку, легонько обняла благоухающее плечо Люи и терпеливо объяснила ей. Да, я обязательно буду много работать. Молодая раба полуэльф сжала розовые кулачки и встала из вод горячего источника. Вау, такая белая и такая большая. В шоке воскликнула Баэр. Все были ошеломлены, когда увидели ее. На то, чтобы отреагировать, потребовалось много времени. Юи-Юи и Люи отвернулись, ася и ударила Баэр по голове. Ты такая дурочка, куда ты смотришь? А у тебя их разве нет? Молодая раба полуэльф была смущена. Закрыв лицо обеими руками, она быстро присела на корточке, прячась в воде, как перепел, осмеливаясь показать только части над своим маленьким носом. Чтобы скрыть свою оплошность, Люи быстро сняла одежду и скользнула в горячий источник. Рядом с ней Юи-Юи, которая собиралась войти в воду, случайно провела руками по груди Люи. Внезапно все ее лицо застыло. Она была ошеломлена и лишилась дара речи. Глава 819. Улыбающееся лицо Юи-Юи. После того, как Люи-Юи попала в воду, она обнаружила, что выражение Юи-Юи изменилось. Что случилось? Она сама была шокирована и думала, что что-то не так с ней. Ничего не случилось. Юи-Юи пришла в себя и помахала рукой. Сестра Люи, твой золотой кулон такой красивый, сказала Баэр, подплывая. Она заметила кулон на груди Люи, и ее глаза загорелись. Мой господин дал его мне. Хорошо, что ты заметила его, а то я могла бы и потерять его. Люи прикрыла грудь одной рукой и осторожно поправила кулон другой. Баэр присмотрелась с легким любопытством. Она мало понимала небесные руны, следовательно, естественно, она не могла понять массив руны на этом золотом кулоне. Ся и молчала. Она не была заинтересована в кулоне, но удивленное выражение Юи-Юи заставило ее почувствовать, что между ними должна быть какая-то связь. Но она не стала вдаваться в подробности, потому что это дело ее не касалось. Однако внимательная раба полуэльфу краткой взглянула на Юи-Юи. Хотя Юи-Юи уже выглядела спокойной, ее сердце на самом деле было похоже на цунами, которое кувыркалось и разбивалось. Люи также владела этим талисманом золотой руны, так что это значит, она моя родная сестра? Была ли она также потомком семьи Юи, что больше всего беспокоило Юи-Юи, так это совершенно разные послания, которые она получила от своего отца и пятого старейшины. Если вспомнить то, что они сказали, той, что родилась на поле битвы тогда, скорее всего, была Люи, потому что только она обладала врожденным навыком очищения. Она могла разогнать демонов и могла спасти отца и других, которые попали в ловушку демонов. Из-за страха перед преследованием солдат отец не оставил новорожденного ребенка в своих руках. Его товарищи забрали ребенка, ее отец же остался и потерялся. Позже его спасла графиня расы демонов, и только тогда ему удалось сбежать. Поскольку ее отец уже погиб в бою, она не смогла узнать правду. Тем не менее, она могла сделать вывод, используя множество подсказок. Скорее всего, она была заменой, которую вернули. Юи-Юи боялась, что слезы на ее глазах заметит, поэтому она глубоко нырнула на дно горячих источников. Как русалка, сидящая на камне, она позаимствовала окружающее давление и невыносимое пространство, чтобы снять напряжение из глубины своего сердца и успокоить хаос в своем сердце. Только в таком месте, где ее никто не видит, она сможет найти след покоя. Как мне говорить с Юи-Яном в будущем, если он узнает, что я не его сестра, все было бы так, как сейчас. Могу ли я держать его под контролем, помогать ему в лаборатории и при этом заботиться о нем всеми возможными способами? Если бы об этом стало известно широкой публике, чтобы другие подумали обо мне. Если я сама узнала правду, насколько опечалена будет Люе. Люе, она такая добрая и чистая, и ее любовь привязывает ее к ее господину, Юи-Яну. Если я расскажу ей правду, покончит ли Люе самоубийством? Однако, если об этом не будет сказано, и если Люе узнает об этом в будущем, все, что с ней случится, возможно, будет еще более болезненным. Даже если я не скажу правду, как долго будет храниться секрет? Отца больше нет. Дедушка и пятый старейшина, должно быть, знали правду. Если Люе собирается выйти замуж за Юи-Яна, а не остановит их? Нужно ли нам раскрывать правду о личности Юи-Яна? Если дедушка и пятый старейшина поймут, что он просто унаследовал имя третьего дяди, и это была всего лишь жизнь, созданная Синяном в древе цветов божественной воли, боюсь, это повредит большему количеству людей. Синян тоже не согласился бы с раскрытием этого вопроса. Речь идет не только о Юи-Яне, но и о Бинэр и Шуанэр. Что мне вообще делать? Стоит ли мне вообще продолжать отслеживать это дело до конца? Правда была бы формой вреда для меня и, несомненно, нанесла бы удар Люе, дедушке и пятому старейшине. Это также было бы чрезвычайно жестокой правдой по отношению к Юи-Яну, Бинэр и Шуанэр. Что же мне делать? Ход мысли Юи-Юи становился все более и более хаотичным, и она столкнулась с дилеммой, когда все мысли противоречили друг другу. Она предпочла бы никогда не видеть талисман золотой руны нашей Люе и никогда не знать правду. По крайней мере, так она могла бы сохранить статус-кво и продолжать жить беззаботной жизнью в будущем, не беспокоясь о проблемах реальности. Под горячими источниками, наедине с удушающими мыслями, Юи-Юи, которая была обеспокоена, внезапно почувствовала, что в ее разуме есть след умиротворения, и в какой-то момент появилась вздымающаяся волна и дала ей намек на размышление. У вздымающейся волны в прошлом не было ни человеческого облика, ни мудрости. Когда Юи-Юи совершила прорыв и была назначена на должность божественного посланника в энергетическом поле Юи-Яна, волна также эволюционировала вместе с ней в этой бесконечной воле энергии. Сама того не ведая, она превратилась в человеческую форму и обладала мудростью, возможно, из-за пробуждения в этом царстве. Хотя ее мудрость была элементарной, она на удивление была знакома с человеческой природой. Как квазисвященное животное, она знала, как позаботиться о своей хозяйке. Хотя она не могла понять проблем своей хозяйки, она, естественно, решила помочь, когда увидела ее подавленное состояние и страдания, изолировав окружающую воду так, чтобы ее хозяйка не задохнулась. Увидев, что вздымающаяся волна была похожа на нее, но имела вид маленького водяного ребенка, Юи-Юи не могла не протянуть руку, чтобы погладить ее. Спасибо, я в порядке, просто дай мне успокоиться. Вздымающаяся волна, которая не могла говорить, тихо села рядом с Юи-Юи. Она не знала, как утешить свою хозяйку, поэтому могла только тихонько сопровождать ее. Увидев, что она беспокоится о ней, Юи-Юи внезапно укрепила свой разум. Не имеет значения, была ли Люей ее собственной биологической сестрой, или она была настоящей третьей мисс семьи Юи, а она стала ее подменой. Это не было поводом прятаться от собственного сердца. Давным-давно я поклялась Юи-Яну, что буду заботиться о нем всю оставшуюся жизнь. И эти новости не станут препятствием. Чтобы не было правдой, и чтобы не думал мир, я должна оставаться с Юи-Яном, поддерживать его и заботиться о нем. Думая об этом, Юи-Юи встала, протянула руку и нежно погладила макушку волны. Ее глаза наполнились решимостью, которой обычно не было. Она выплыла на поверхность горячих источников и уплыла под странными взглядами ся и других. Вернувшись к энергетическому полю, она увидела, что Юи-Ян все еще спит, а болезненная красавица тихо ждала снаружи, просто наблюдая. Юи-Юи кивнула ей. Юи-Ян еще не проснулся, ты сама сможешь позаботиться о нем. Я хочу воспользоваться этим периодом времени, чтобы подняться по лестнице, потренироваться и посмотреть, смогу ли я интегрировать свое восприятие нового царства и как можно скорее улучшить себя. Болезненная красавица сначала была ошеломлена, так как Юи-Юи обычно не проявляла особого интереса к практике своего культивирования, что случилось сегодня. Однако она больше не спрашивала, она только кивнула. Не волнуйся, я всегда буду здесь, пойди, потренируйся. Когда он проснется, я тебя догоню. Юи-Юи легонько обняла ее. На ее крыльях был изображен клинок ангела, и она поднялась в небо. Юи-Юи не понимала, как справляться с проблемами истины. Теперь она отказалась от этих забот, но удвоила свою решимость оставаться рядом с Юи-Яном, чтобы оказывать ему все больше и больше помощи во всех аспектах. Поэтому Юи-Юи надеялась, что она сможет тренироваться и совершенствоваться, прежде чем он сможет проснуться и потом оказать ему реальную помощь, а не доставлять ему неприятности. Конечно, таким образом она могла временно успокоить хаос в своей голове. Нужно отложить все в сторону, чтобы практиковаться и совершенствоваться. Юи-Юи ступила на лестницу. Она никогда не была такой упертой. В прошлом она не любила драться, она отличалась мирным настроем. У нее не было большого желания культивировать, и она скорее хотела плыть по течению. Теперь с твердостью и желанием, которых она никогда раньше не чувствовала, она получила движущую силу своего продвижения. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 шагов. Юи-Юи никогда не думала, что сможет взлететь на высоту 3000 ступеней за один присест. Столкнувшись лицом к лицу с энергетической тенью короля духа огня 3000 го уровня вместе с чрезвычайно могущественным стражем, Юи-Юи без страха приветствовала его и, как никогда раньше, орудовала клинком ангела со взрывным боевым духом. Прошел один день, прошло 10 дней. Через полмесяца, когда болезненная красавица увидела, что императрица ночи начала просыпаться, она медленно подошла и внезапно почувствовала в небе некоего человека. Неописуемая огромная энергия взмыла в небо, по сравнению с красной, которая была повышена до статуса божественного посланника. Ахманюна следовала пять элементов из колонны божественной силы и была повышена до божественного генерала без каких-либо слабостей. В этой огромной энергии не было и следа враждебности. Она была нежной, как озеро или мирное море. Ощущение рождения в этот момент было похоже на наблюдение за небесным водопадом, стекающим с чрезвычайно высокого неба на поверхность озера. Ясно, что оно простиралось на тысячу футов, но на нем не было и следа сильных волн. Оно превратилось в нежное и тонкое одеяло дождя. Хотя она находилась на очень высоком месте, болезненная красавица все же чувствовала ясность. У нее даже возникло прекрасное чувство, что она понимает настроение товарища. Это Юэй Юэй. Она стала настоящим божественным посланником. Императрица ночи стояла рядом с болезненной красавицей. Поле звездного света было еще ярче, и тени смотрели на небо. Голос, подобный самой природе, звучал мягко. Повышение до божественного посланника без этапа верховного врожденного. Юэй Ян подарил этому миру еще одно чудо. Хотя это и чудо, кажется, что Юэй Юэй действительно усердно работает. Я думала, что ей потребуется много времени, чтобы поднять свой уровень до настоящего божественного посланника. Кто бы мог подумать, что она продвинется дальше, чем все вы. Она всегда очень много работала. Болезненная красавица улыбнулась с легкой гордостью в улыбке, потому что она была человеком, который понимал Юэй Юэй больше всего. 5000 шагов после 10-го испытания Юэй Юэй, наконец, победила стража 5000-го уровня, короля морских духов и получила высшее признание энергии 5000-го уровня. Казалось, она смогла увидеть предшественников, оставивших тень энергии тут. Объединив оставшуюся энергию, чтобы занять положение божественного посланника, король морских духов также слился со вздымающейся волной, которая превратилась в зверя бриллиантового ранга, демонитцу цунами. Демонитца цунами Бриллиантовый ранг уровень 5, класс с гуманоид, зверь-хранитель, имитирующий внешний вид хозяина, формы элементаля, специальные навыки. Цунами – источник воды, небесный водопад, подземное течение, вихри единства зверя и хозяина. Когда Юэй Юэй вышла из продвинутого энергетического луча, по ее щекам текли две капли слез радости. Демонитца цунами, которая была теперь примерно на 90% похожа на нее, больше не была ребенком. Она выросла до возраста 14-15 лет. Хотя она еще не казалась зрелой, ее слегка зеленоватое тело и внешность заставляли людей чувствовать, что они действительно видят Юэй Юэй, как если бы они были сестрами. Демонитца цунами встала на колени на землю, приветствуя свою хозяйку. Священный зверь, который продвинулся вперед, уже усвоил этикеты мудрости почтения своей хозяйки. Юэй Юэй слегка обняла демонитцу цунами, как будто она обнимала и приветствовала свою сестру. Демонитца цунами тут же приняла форму энергии, сливаясь с телом Юэй Юэй. Единство зверя и хозяина позволяло демонитце цунами изучать, моделировать и ощущать все, что касается ее хозяйки, в любой момент времени, позволяя ей постоянно расти под влиянием своей хозяйки. Точно так же ей было удобнее оказывать помощь своему владельцу в жизни или в бою. Когда Юэй Юэй вернулась с лестницы, болезненная красавица и другие приветствовали ее у подножия. Она обняла всех по очереди. Юэй Юэй, которая проделал много тяжелой работы, уже сильно отличалась от себя прежней. Теперь она не только стала сильнее, но и полностью избавилась от узла в своем сердце, который запутывался в течение долгого времени. Обнимая Люэ, Юэй Юэй нежно прошептала ей на ухо благословение. Люэй, тебе тоже нужно много работать. Люэй никак не могла понять смысл слов Юэй Юэй и восприняла их как обычное предложение поддержки. Никто не знал правды, включая Люэй, которую обняли последней. Только болезненная красавица, которая лучше всех знала Юэй Юэй, смутно догадывалась. Ты смеешься. Давненько я не видела, как ты так приятно улыбаешься. Болезненная красавица посмотрела на Юэй Юэй и произнесла слова, имевшие двоякий смысл. И не только я, каждый должен больше улыбаться. Ответила Юэй Юэй с улыбкой. Ее улыбающееся лицо с красными губами и белыми зубами выглядело особенно милым сегодня. Подобно мягкому и легкому ветерку, легко касающемуся сердец. Глава 820. Не заставляй меня ждать слишком долго. Проснувшись, Юэй Ян обнаружил, что лежит на земле. В его теле болели сотни костей. Эта боль была такой же, как и боль, которую он испытывал, когда его тело не могло полностью адаптироваться к быстрому прорыву в определенные периоды. Однако теперь все было еще серьезнее. Как долго я лежал. Подумал он, собираясь сесть, но внезапно почувствовал, что Чжи Цзунь лежит у него на груди, и неописуемый девственный аромат наполнил его легкие. Ее мягкое тело было близко к нему, и она спала на боку, казалось, все еще находясь в глубоком сне. Он так привык видеть суровость Чжи Цзунь, ее улыбки и гнев, но он никогда не видел ее так близко, не говоря уже о том, чтобы видеть, как она сладко спит. Она в этот момент действительно сильно отличалась от той, какой она обычно была. На мгновение Юэй Ян забылся. Ему внезапно захотелось протянуть руку и слегка коснуться ее лица. Юэй Ян не мог объяснить, о чем он думал, поскольку его действия исходили исключительно из глубины его сердца. Возможно, это было влечение его души. Только когда Юэй Ян слегка двинулся, он понял, что его правая рука удерживалась рукой Чжи Цзунь, из-за чего он был полностью неподвижен. Если он немного отстранится, он предположил, что Чжи Цзунь проснется. Но разве у него не осталась левая рука? Юэй Ян попытался контролировать свою левую руку, но снова был удивлен. В какой-то момент его левая рука бессознательно схватилась за тонкую талию Чжи Цзунь. Я спал, обняв ее. Это сильно шокировало Юэй Яна. Если Чжи Цзунь узнает об этом, самоубийство будет считаться легким приговором. Юэй Ян знал, что завоевать сердце Чжи Цзунь было труднее, чем победить Большую Тройку Небесного Царства или даже атаковать Божественный Центральный Зал. Если он сделает шаг безрассудно, то легко ее обидит, что, в свою очередь, усложнит его победу над ней. Хотя Юэй Ян уже давно был полон решимости победить Чжи Цзунь, поскольку она была самой сильной, но было еще слишком рано для результата. Не имея достаточно сил, чтобы получить ее одобрение, ему не нужно думать о свержении нынешнего обладателя первого места башни Тун Тянь. Она спит, она не узнает, если просто прикоснуться. Злой демон в сердце Юэй Яна постоянно искушал его. Просто прикоснись, она точно не узнает. Это лучшая возможность. Нервно глотая слюну, Юэй Ян неоднократно поощрял себя. Наконец он набрался храбрости. Во всяком случае, он просто умрет. Даже если она отреагирует и сломает ему палец, он признает свою судьбу. Сейчас или никогда. Его левая рука медленно двинулась вниз. Его нервозность в сочетании с неописуемым возбуждением в его сердце, левая рука Юэй Яна слегка дрожала. Уже еще почти там. Когда дрожащая левая рука Юэй Ян коснулась ее чудесного округлого изгиба, глаза Чжи Цзунь внезапно широко распахнулись и уставились на Юэй Яна. Он был напуган до такой степени, что его сердце было готово выпрыгнуть из его тела. О чем ты думал весь день, Чжи Цзунь не говорила, но ее суровая воля проникла в разум Юэй Яна. Я ни о чем не думал, Юэй Ян поспешно притворился хорошим мальчиком. К его счастью, в его уме не было непристойности, иначе она бы точно сорвалась. Нет, Юэй Ян понял, что он ничего не сказал, и Чжи Цзунь тоже, так как же она использовала свою волю, чтобы проникнуть в его сознание. И это было не вторжение, а своего рода духовный резонанс, как если бы два человека родились со способностью вести духовный диалог. Что же тут произошло? Освободи мысли в своем сердце и забудь свои заблуждения. Поза Чжи Цзунь, лежащий на груди Юэй Яна, осталась неизменной. Возможно, она только что разбудила свой дух, и потребуется некоторое время, прежде чем она сможет по-настоящему восстановить контроль над своим телом. Юэй Ян немного сожалел. Если бы он сейчас так не нервничал и протянул руку немного быстрее, он бы ее коснулся. Следовательно, он упустил эту уникальную возможность, и он не знал, когда у него снова появится этот шанс. Эти мысли промелькнули в его голове, как молния, и под неотразимым взглядом Чжи Цзунь Юэй Ян быстро отбросил эти мысли, восстановив эфемерное царство в своем разуме. Он не знал, сказала ли Чжи Цзунь это, чтобы воспользоваться возможностью и не дать ему увидеть ее смущение из-за ее растрепанной одежды, или она хотела, чтобы он наказал себя. Еще несколько мыслей мелькнуло в его голове перед тем, как Юэй Ян постепенно упал в эфемерное царство, полностью успокоив разум. Тело Чжи Цзунь испустило энергию. Вырвавшись из огромного звездного энергетического поля вокруг тела Юэй Яна, луч энергии достиг неба, достигнув огромной высоты в несколько сотен метров. Затем крайняя высота была мгновенно изменена на противоположную. Спроецированный над головой двойник Чжи Цзунь, священный образ, стал еще более великолепным. За ее головой вспыхнул радужный круг. В ладонях священного изображения возник поток золотых энергий, трансформирующихся в таинственные и бесподобные божественные мечи разных форм и размеров. Они автоматически вращались в световом колесе, образуя новый круг из мечей. Хранитель священного образа, который был похож на Чжи Цзунь, резко открыл оба глаза. Мир мгновенно наполнился светом, и даже девушки, которые поднимались и культивировали на небесной лестнице, были потрясены, обнаружив, что весь мир лестницы стал миром света. Чжи Цзунь схватила левую руку Юияна и легонько провела по ней пальцем. Ладонью Юияна треснула, и выплеснулся кровь. Тонкая белая рука Чжи Цзунь описала полукруг. Ее действие было деликатным, как луна, мягко рассекая. Затем брызги крови образовали странную окровавленную шестиконечную звезду, которая отпечаталась на лбу Чжи Цзунь. В то время как на лбу Чжи Цзунь была начертана шестиконечная кровавая звезда, ее ароматное тело было наполовину наклонено. Лицо касалось лица Юияна, а их лбы были плотно прижаты друг к другу. Юиян сохранил свое отвлеченное сознание и в одно мгновение позволил непревзойденной воле Чжи Цзунь увлечь его, улетев в чудесное и неописуемое духовное пространство. Там тело души Чжи Цзунь и душа Юияна слились в одно, завершив предыдущий контракт души между императрицей Фэйвэнли Юияном. Конечно, контракт души на этом уровне имел другое название – Божественное соглашение. В процессе заключения Божественного соглашения Юияна ощутил царство Чжи Цзунь и многие ее секреты, которых он не знал. Точно так же Чжи Цзунь также обнаружила много секретов в сердце Юияна, за исключением богини Небесного меча и его перехода, который не смогла раскрыть даже императрица Фэйвэнли. Многие жизненные привычки и секреты Юияна оказались в сердце нынешней Чжи Цзунь.